Докладчик Владимир Алексеевич Орлов Московского государственного психолого-педагогического университета. Оппонент это Светлова Александра Антоновна, кандидат психологических наук, старший методист Департамента образования и науки города Москвы. И в качестве дискуссанта у нас выступит Коновалов Антон Юрьевич, руководитель направления школьной службы примирения Межрегионального общественного центра судебно-правовая реформа, профессиональный медиатор и тренер по медиации в системе образования. Уважаемые коллеги, я выключаю микрофон и с большим удовольствием передаю слово Владимиру Алексеевичу. Так, попробуем. Прошу выключить микрофон. Так, прошу выключить микрофон. Сейчас слышно? Неужели как-то... Так, это кэф очень сильно. Уважаемые коллеги, все микрофоны выключите, пожалуйста, кроме Владимира Алексеевича. Так, коллеги, добрый день, или уже будет вечер? Сегодня мы собрались по, мне кажется, очень трудной теме. Это тема пропилактики и разрешения сложных ситуаций кодемиологического взаимодействия. Я думаю, что очень давно эта тема была поставлена, но до сих пор она как-то серьезно как-то не смогла быть решена. Я думаю, то, что я вам расскажу, исходя из того опыта, который мы выключили, эта проблема, конечно, не будет решена, но может быть, какой-то шажок в этой проблеме мы сделаем. Название темы... Владимир Алексеевич, можно я вас перебью? Вы тут сделали замечание, что это ваш звук в столице из колонок, ваш микрофон. Если есть возможность, можно надеть наушники. То есть колонки вы, пожалуйста, выключите, потому что очень сильно... Колонки нет. Так, я сейчас попробую через телефон. Сейчас уже гораздо лучше. Так, вы меня слышите сейчас? Да, сейчас хорошо. И эхо нет. Давайте так попробуем. Так, у меня слышно? Да, слышно. Сейчас, одну секундочку. Так, ты вообще у меня... Да. Затушил. Смотри, вот здесь, вот здесь. Так, сейчас меня слышно? Да, слышно, Владимир Алексеевич. Итак, еще раз я скажу, что это проблема, которая меня занимает, в общем, достаточно большую часть жизни, потому что после окончания университета, это было очень давно, я практически непрерывно работаю в школах, я консультирую педагогов, родителей, учащихся, и эта тема просто стала моей такой личной темой. И вот та последняя научная проблематика, которой я занимаюсь, она предложила мне серьезно проанализировать эту проблему, и вот то, что я хочу вам рассказать, как раз будет результатом, этапом моего понимания этой проблемы. Значит, я хочу, значит, следующий файл, слайд. К сожалению. Меня слышно? Да, вас слышно, все хорошо. К сожалению, у меня не отображается то, что вы видите, там трехвекторная модель конфликта, да? Да, да, трехвекторная динамическая модель структур конфликта. Значит, смотрите, у нас, конечно, встреча по практике преодоления и предупреждения конфликтов, но все-таки я хотел бы остановиться на самой проблеме, что есть конфликт, что есть конфликт. В современном мире науки, связанная с исследованием конфликта, достаточно много пониманий и моделей конфликта, но они меня не удовлетворили, и я предложил для себя, а теперь предлагаю вам, посмотреть на конфликт вот с точки зрения вот этой небольшой модели, которая мне помогает разбираться практически в любом конфликте, внутреличностном, межличностном, межгрупповом. Итак, давайте посмотрим круг, в котором есть три вектора, направленных внутрь. Значит, верхний вектор – это вектор, который мы можем назвать противоречием. В основе любого конфликта лежит противоречие, и давайте вспомним, что нам говорит о этом понятии диалектическая философия, диалектический подход. Противоречие, оно сопровождает человека всю его жизнь, противоречие окружает нас всюду, и в материальном мире, в социальном, в духовном, и вот не попытавшись разобраться, как это противоречие превращается в конфликт, трудно понять и решение конфликтных ситуаций. Итак, одно из интереснейших положений противоречия заключается в том, что оно возникает только тогда, когда существует взаимодействие. Противоречие – это движущая сила любого развития, и это противоречие может превратиться как в трагедию, как в возрушительную силу, так и в созидательную. Итак, противоречие – есть характеристика того или иного объекта, материального, социального или духовного, который вступает в взаимодействие с другим объектом, насыщенным такими же характеристиками, только в процессе взаимодействия. Что же в этот момент возникает? Возникает противоречие, и мы переходим ко второму вектору, второй вектор, который показывает вот эту ситуацию, которая предшествует самому вот этому процессу конфликтного взаимоотношения. Значит, еще раз, противоречие вступает в силу только в системе взаимодействия, и тогда оно превращается в противоборство. Противоборство может быть тоже разного типа. Оно может быть, например, спортивное противоборство. Что такое спортивное противоборство? Чем оно отличается от противоборства, назовем, конфликтного типа? Спортивное противоборство не разрушает, оно созидает, оно создает ситуацию соревнования, оно создает условия развития. Поэтому мы знаем, что конфликт есть как конструктивный, так и деструктивный. Так в чем же здесь разница между противоборством спортивным и противоборством конфликтного типа? Здесь есть очень важный критерий. Критерий – это взаимодействие по правилам или вне правил. И тогда мы можем сразу же увидеть, это взаимодействие, которое реализует противоречие, оно будет направлено на развитие или на разрушение, на деградацию объекта взаимодействия. И отсюда мы выходим на понимание того, что противоборство может быть созидающим. И конфликт такого типа, он может быть тоже очень даже конструктивным. Но в конфликтологии любое противодействие, оно, в общем, считается конфликтом. Это ссора, какое-либо борьба, столкновение, спор. Оно чаще всего вводится в категорию конфликта. Я думаю, что в психологии конфликта, которая немножко со своими понятиями, со своими критериями приходит к анализу конфликта, конфликтного взаимодействия, она выделяет третий такой очень важный вектор, который мы можем по противочасовой стрелке, это негативное эмоциональное переживание, состояние. И что же это такое? Это тогда, когда цель, которая достигается, удовлетворение потребности, которая достигается в процессе этого противоборства, оно ведёт к сильным негативным овостам, то есть переживаниям. Эта цель должна быть высоко значима. Высоко значима. И здесь сразу же возникает вопрос, а степень этих негативных переживаний, какие они, насколько они должны быть высокими для того, чтобы мы назвали это спором, диспутом, отстаиванием своей точки зрения от конфликта. И здесь приходится выделять количественный показатель такого негативного состояния, такого негативного переживания. И здесь переживания нужно определять на всяком случае. Вот я анализирую многие конфликтные ситуации, я беру критерий, это порог полного контроля над своим поведением. Вот с моей точки зрения, когда этот порог, мы приближаемся к этому порогу, и его часто преодолеваем, вот этот третий компонент с этой степенью выраженности и позволяет нам сказать, что здесь есть в психологической точке зрения полновесный, полный конфликт. И тогда мы можем говорить о вот этой полном цикле. Это наличие противоречия, как характеристика объекта, которая начинает проявляться в системе взаимодействия внутриличностных структур, межличностных или межгрупповых и так далее. И вот такое понимание конфликта, оно нас приводит к вопросу о том, а как нам конфликт или предупредить, или остановить, урегулировать, преодолеть, разрешить. Есть разные слова, которые выражают прекращение системы конфликтных отношений, системы конфликтного взаимодействия. И вот на этой простой схеме мы можем увидеть, что для того, чтобы остановить конфликт, может быть, три сразу же варианта действия. Первое это не допускать вот этого негативного переживания, острого негативного переживания, или каким-то образом снизить его, или не допускать до той точки, когда мы перестаём контролировать себя. Второй вариант это снять взаимодействие, то есть развести два объекта в материальном, в социальном, в духовном каком-то смысле. И если мы разъединяем субъектов вот такого конфликтного взаимодействия, то конфликт тоже останавливается. Ну и, конечно, самое, скажем так, базовое, самое, скажем, мощное такое вот средство преодоления конфликта, это, конечно, снять противоречия. То есть те объекты, которые имеют противоположный знак, а мы помним из древней философии, так называемые янь и ин, положительное и отрицательное начало, вот если мы снимаем каким-то образом, какими-то способами вот эти противоречивые позиции, характеристики объектов, то, естественно, конфликт наш разрушается. у меня у меня есть такая моделька трех табуретка, табуретка на трех ножках, наверное, у многих такая мебель стояла сейчас, эти табуретки не упускаются, потому что они очень опасные, вот, три ножки этой табуретки, и когда мы убираем одну из ножек, конструкция рушится. Вот то же самое происходит с конфликтом. Достаточно нам одну из, один из компонентов или убрать, или снизить уровень функционирования, то у нас конфликт прекращается, или переходит в какую-то другую форму взаимодействия. Это, вот эта моделька, она показывает, вот, на очень простом графическом материале показывает, как мы можем избегать конфликта. В этой модели есть еще очень важный момент, это, когда мы можем продолжить движение против часовой стрелки. Вот смотрите, когда очень часто люди вступают вот в такое конфликтное противоборство, противоборство, возникает так называемая враждебное отношение друг к другу. Это когда изо дня в день достаточно стабильно возникают какие-то раздражающие ситуации, когда мы перестаем доверять друг другу, когда у нас есть ожидание, ожидание вот такой трудной ситуации взаимодействия, у нас возникает тревога, у нас возникает предубеждение к человеку, у нас повышается повышенная критичность к другому человеку. И вот в этом месте, где сосредотачивается негативное эмоциональное состояние, возникает вот это чувство враждебности по отношению друг к другу. И вот эта враждебность, она возникает как новое начало противоречия, как новое противоречие, противоречие нового типа, очень часто неосознаваемое. И если мы будем двигаться опять по этой окружности влево, то на следующем этапе у нас возникает опять новый тип противоборства, оно уже становится достаточно агрессивным, интенсивным. И на следующем этапе мы опять получаем еще уровень негативных эмоциональных состояний. Это есть такая возгонка вверх, то есть повышение уровня градуса вот этих конфликтных отношений. Ну, большой такой драматичный пример вот такой возгонки вверх, это, конечно, существующие в некоторых культурах, это так называемая кровная месть. Кровная месть. И десятилетиями длится вот эта система напряжения, основанная на вражде двух кланов, двух родов, двух наций, которые определяют уже всю систему их отношений. и, конечно, это отношения деструктивные, сложные, и решить их уже бывает сложно, потому что это не первичные противоречия, это уже вражда, которая достаточно мощно проникла в сознание людей, и там уже этот конфликт основан на взаимной мести, вместе друг друга, и люди могут забыть те первичные противоречия и та борьба, которая была, но конфликт продолжается. Ну, значит, эта модель, она такая простая, но она дает возможность видеть и анализировать реальные ситуации через вот эти компоненты. Мы можем видеть конфликтное противодействие и как его можно разрешить. Конфликты, следующий момент, который очень важен для понимания конфликта, это то, что мы в системе взаимоотношений, межличностных отношений, ну, и есть и уровень межгрупповой, мы живем в системе экспектаций. Система экспектаций. Ну, экспектация – это термин достаточно известный, и он, как правило, социальная психология – это социальные, это ролевые ожидания, это функциональные ожидания, когда вся система отношений между людьми, она пронизана вот этими ожиданиями. То есть, мы, зная роль, которую должен исполнить другой человек, мы ожидаем ту траекторию, по которой он должен двигаться. И если он меняет эту траекторию, у нас вызывает вот такое негативное отношение, некое возмущение, которое может проявляться в дальнейших шагах. И вот второй компонент экспектации – это требования, которые мы накладываем на другого человека, на другого субъекта нашего взаимодействия, и тем самым мы пытаемся его направить на той траекторию, которую мы ожидаем. Ну и третий компонент – это компонент санкций. Значит, есть некое ожидание определенного поведения, форм поведения, результатов некого поведения, есть требования, с помощью которого мы пытаемся выправить эту траекторию для другого человека, и если этого не происходит, мы накладываем санкции, которые могут быть, начиная от угрозы санкций, до достаточно жестких проявлений. И вот все наши человеческие взаимоотношения, они наполнены вот такими ожиданиями. Ну, пример, пример – это, я думаю, что такой яркий пример – родительский гнев, так называемый родительский гнев. В чем его смысл? Родитель всегда знает, как в той или иной ситуации ребенок должен себя вести. Это может быть учитель, который тоже и у него есть представление о том, как его ученики или конкретный ученик должен себя вести в той или ситуации. И когда есть расхождение между реальным поведением ребенка и моим обжиданием и возникает очень мощный внутренний протест. Он может быть выражен, он может быть на внутреннем уровне, не без каких-либо внешних проявлений, но он всегда есть. Это тоже очень мощный такой повод для конфликтов, для тех противоречий, которые формируются в системе человеческих отношений. Ну значит вот эти две вещи, с которых я хотел бы начать. И это модели, которые скажем так имеют схематический вид, но знаете в высокой науке существует такое, мне очень это выражение нравится. говорит, что нет ничего практичнее хорошей теории. И я в своей жизни, в своей научной деятельности как-то поддерживаю внутри себя вот это вот. Я считаю, что я психолог-практик, но я стараюсь выходить на обобщение, которое мне помогает классифицировать, выделять какие-то важнейшие признаки и накладывая на конкретные ситуации, я, как мне кажется, лучше их начинаю видеть. Итак, давайте перейдем к следующему слайду. К сожалению, я его тоже не очень вижу. Итак, подскажите мне, пожалуйста, что там? Сейчас на слайде написано трехвекторная модель конфликта как основание решения трудных ситуаций. трехвекторная трехвекторная модель, а там есть некоторый текст, да? Который поясняет, ну вот, к сожалению, у меня технические проблемы. Значит, я думаю, что это поясняет то, что я уже говорил, да, можно перейти к следующему моменту. Елена Владимировна, скажите, что там на следующем у нас слайду. или вы что-то скажете. Значит, ну, это такой заголовок, да, у нас заголовок по следующим материалам. Значит, что я хочу сказать, что вот я перехожу к каким-то конкретным вещам. Вот в прошлом году, в прошлом году в соответствии вот с проектом, с университетским проектом я и вот еще два человека из нашей кафедры проводили достаточно обширные обследования. Мы обследовали, мы получили более 500 с помощью специальных опросников, мы получили и проведение фокус-группы, групповых занятий, мы получили достаточно такую богатую информацию о современном состоянии проблемы конфликта в школе. в школе. И вот дальше на слайдах будут, я представил разные варианты ответов и соотношения разных типов конфликтов, которые влиялись детьми, учителями, родителями, администрацией. и было сделано обобщение, которое показало соотношение тех проблем, которые есть в сегодняшней школе. Мы имеем в виду, конечно, московский регион, мы проводили это обследование в московском регионе, и те выводы, которые мы делали, они относятся именно к этой площадке, к нашему мегаполису, но я думаю, что это проблемы типичные, и они достаточно широко представлены во всей популяции нашей страны. Но я думаю, что если вы, вот к сожалению, у меня нет видеоряда, и в последний момент что-то здесь разладилось, тот материал, который я вам подготовил, я не могу его сейчас видеть, к сожалению. Но он показывает те точки напряжения, напряжения, которые существуют. Ну, давайте вот, вы можете там детально посмотреть, там есть соотношения в процентах наиболее важные, выделенные по частотному признаку проблем, которые были нами выделены. Лен, давайте следующий слайд поставим. Вот сейчас перечень школьных проблем. Это нам дальше двигаться? Да, да, да. Дальше. Тогда вот, сейчас процентное соотношение значимости. Там у нас группа родителей, по-моему, да? родителей. Да, диаграммка. Проблемы с точки зрения родителей. Диаграммы там, да, столбчатые, да? Да, столбчатые, да, мы останавливаемся. Да, 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 родители. Ну, нам было интересно, как бы, есть одна среда взаимодействия, да? Значит, ну, так называемый субъект образовательного процесса. Это ученики, ученики, ради которых создана школа, да, это учитель, это родители, администрация. Ну, мы еще ввели, это не вошло вот в эту презентацию, еще мы достаточно много встречались с психологами школы, с представителями психологической службы школы. И вот интересно было, что достаточно противоречивы вот эти вот данные, то есть вот эти вот четыре субъекта образовательного процесса, они смотрят на конфликты, на проблемы школы немножко с разной стороны, и это тоже так показывает такой контраст. И я сегодня говорил о экспектациях, и вот очень интересно, это ожидания друг от друга, как, скажем, родители, в какой системе ожиданий они находятся от того, что происходит в школе, в том числе и как решаются конфликтные ситуации. Это дети, которые смотрят на школу со своей стороны, то есть достаточно любопытно было сравнить вот это отношение к всему тому, что происходит в школе, и мы, конечно, сейчас имеем в виду сложные ситуации вот этого взаимодействия с точки зрения и вот на этих диаграммах и дальше мы посмотрим, вы увидите, что достаточно большое различие. Ну, с точки зрения родителей, с точки зрения родителей, вы можете посмотреть по диаграммам, там есть соотношение различных проблемных зон, и я сейчас вот, к сожалению, не вижу эти диаграммы, сейчас у меня тут где-то какой-то листочек был, сейчас я посмотрю, значит, у нас максимально это 38,4% по-моему, да, из всех это проблемы по взаимодействию между участниками сейчас одну секундочку, да, техника подвелась сегодня, ну, вы видите соотношение, значит, естественно, что меня, к сожалению, вот да, значит, родители считают, что основная проблема это агрессия, я думаю, что это нормальная родительская позиция, потому что агрессивные проявления в школе, они затрагивают, конечно, благополучие их детей, естественно, что это проблема номер один, ну, вторая по значению, два остальных, два еще две причины, это несерьезные отношения ученика к учебе и трудности его взаимодействия родителей с их детьми, так, это родители, или я не туда попал, у вас вот эта диаграмма также сохраняется, где процентное соотношение значимости школьных проблем с точки зрения родителей, родителей, а пока еще родители можно это родители, просто у меня нет здесь названия, итак, значит, смотрите, вот второе место, значит, первое, это благополучие детей, их безопасность, конечно, это тоже очень понятно, вторая по значимости две линии, это трудности во взаимодействии родителей с их детьми, что здесь они имели ввиду, это то, что дети неуправляемы родителями, и они их беспокоят, это тоже, в общем-то, показывает о том, что эта зона достаточно проблемная, ну, и, конечно, родители не могут не видеть снижения мотивационной, учебной мотивации у детей, ну, скажем так, у современного ребенка достаточно серьезное снижение интереса к учебе. Ну, и последнее, это, что беспокоит родителей, это, конечно, ошибки учителя. Вот, в связи с введением электронного журнала оценок, и часто учителя не очень технологично управляются с этой системой, возникают ошибки. Эти ошибки и детьми очень воспринимаются, очень, ну, скажем так, жестко, они обижаются, и, естественно, что эта проблема возникает и в системе взаимоотношения ребенок-родитель, и родители тоже не могли не отразить эту проблему. Ну, в нашем опроснике кроме проблемных зон были еще и, конечно, вопросы, связанные о как исключить эти проблемы, как и родители, конечно, достаточно критичны к организации школьного образования, всего педагогического процесса, и, конечно, очень серьезные проблемы, кроме тех проблем, которые могут быть решены системным, скажем так, образом, конечно, достаточно серьезные претензии предъявляются к учителям. Но давайте посмотрим, что дальше, значит, с точки зрения сейчас все попробуем. Владимир Алексеевич, у меня слайд, двигаться дальше. Да, 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 следующий слайд. наиболее значимые проблемы названы школьными учреждениями, они перечислены в виде текста. Ну, вот здесь есть перечисление, и давайте сразу следующий слайд, да, где есть уже график. сейчас у нас вот там такая же такого же типа диаграмма. следующий слайд. Следующий слайд. Так, значит, смотрим, здесь есть очень мощный пик, да, вот третий, третий столбец, это поведение учеников и нежелание учиться. Это проблема, в общем-то, как ни странно, отображается, отображается, а нет, это педагог, извините, да, педагог. Значит, вот сразу очень показательно то, что для учителя ярко выражено вот это поведение учеников и нежелание учиться. Ну, как всегда, это дисциплина и успеваемость. И вы видите, она почти половина претензий идут по этому плану. И это и есть основная конфликтная зона между учеником и учителем. Учитель защищает свою позицию и ученик защищает себя личностно, но, может быть, в какой-то степени свой инстинкт энергосбережения, я его так называю, это то, что есть учительский или педагогический термин лень. Вот, это, конечно, основная зона. преодоление её, я буду сразу говорить, конечно, она связана с, эта проблема не столько ученика, хотя и родители, и педагоги считают это проблем ученика, это проблема, конечно, профессионалов, которые ведут учебный процесс. ученик, отдельная большая тема, учебная мотивация, почему возникает эта проблема и как её решать, я об этом немножко скажу позже. Так, движется. Значит, остальные проблемы значительно меньше, это вот в литературе конфликты между учениками достаточно, мне кажется, утрированы, утрированы. Они часто ссорятся, но также быстро мирятся. И, конечно, здесь основной фактор это возрастное, в зависимости от психических наобразований, ведущей деятельности, типа, отношений, типа личности. они могут иметь разный характер, но в таком, скажем так, при масштабировании этой проблемы у нас не сложилось впечатление, что это какая-то серьёзная проблема. Да, есть зависть, есть, тем более в связи с социальным сейчас неравенством, поляризацией, ну, отчасти национальные проблемы этнического такого характера, но мне кажется, что эти проблемы как-то решаются и конфликты ходят, они действительно здесь стоят на третьем месте. Ну, проблемы семейного воспитания и естественно, что учитель, не справляясь, не всегда справляясь с ситуацией, обвиняет семью. Когда родители предъявляют претензии к учителю, самая такая частая, так сказать, прямая или косвенная отмазка, а кого вы мне привели? Очень часто учителя несколько раз, ну, часто, да, учителя мне говорят о том, что, говорили о том, что, что я могу с ним сделать, если он такой пришел из дома, из семьи, семьи. И вот это перекидывание мячика, это достаточно типичная ситуация в современной, ну, не только в современной школе. Часто последняя, последнюю эпоху нашей жизни в нашем государстве родители в основном занимаются профессиональными проблемами, зарабатыванием денег, и они считают, что ребенка, отправив в школу, они должны получить его обученным, воспитанным, и таким, каким и должна его делать школа. Ну, остальные проблемы здесь, вот, жалобы родителей на учителя, я уже коснулся этих вещей, ну, и остальные менее значимые. Конфликт ученика с учителем, вот я хотел бы на этом немножко остановиться, конфликт ученика с учителем, ну, вот смотрите, здесь 6,25 процента, в общем-то цифра не очень большая, но вот с психологической точки зрения она очень интересная, потому что она, как правило, латентная, эта зона конфликта, она скрытая, латентная, в связи с чем? А потому что учитель играет свою роль авторитета, он как бы попадает в соответствие со своей ролью, как бы в зону неприкасаемого такого в плане в том, что он не должен быть подвергаться критики. А ученик в связи со стереотипами это тот, кого учат, который должен слушаться, который должен выполнять правила, и естественно, что вот эта разница ролевая вот этих двух субъектов взаимодействия, она те конфликты, те проблемы, те противоречия, которые есть, они загоняют как бы вглубь. И в зависимости от возраста и каких-то других обстоятельств, они могут выстреливать время от времени, выстреливать. Я сейчас специально применил этот термин такой вот военный, скажем так, потому что это действительно конфликт очень скрытый, он часто неосознаваемый, и он появляется при каком-то инциденте, так называемом, да, вот в конфликтологии есть такие этапы, периоды динамика конфликта, и вот есть такой этап, который называется инцидентом. Это какая-то зацепка, она часто называется спусковым крючком. Она как раз скрывает ту негативную энергетику, скрытый, которая может накапливаться достаточно много, и то, что я вам говорил про вражду, оно здесь тоже очень мощно может проявляться. Ну, вот я говорю, это зона проблемная, она требует очень серьезного отношения, но, к сожалению, она не лежит на поверхности. Ну, что здесь, жалобы родителей на учителя, я об этом сказал. Ну, конечно, есть организационные проблемы, это перегруженность учителя, перегруженность учителя, учителя всегда говорят, что зарплата низкая, нагрузки большие, это такая типичная реакция часто на собственную некомпетентность. Ну, и проблема взаимодействия учителя, тут я не помню, что я тут писал, нужно продлить. Ну, скорее всего, это проблема взаимодействия учителя с другими учителями, то есть, это взаимодействие по горизонтали. Действительно, есть зависть, есть профессиональная зависть, есть, я часто сталкивался с проблемой, когда эти конфликты между учителями связаны, ну, скажем так, с с ревностью, с ревностью, когда один учитель находит, ну, так называемый ключик, не только к отдельным учащимся, но и к классам, дети с удовольствием ходят на занятия к этому преподавателю, вот, а к этому преподавателю, ну, дети идут менее охотно, они вызывающе себя ведут и так далее, и так далее, и так далее. И вот это тоже проблема, проблема, которая, ну, часто недостаточно анализируется и, скажем так, трудно решаема, трудно решаема. Она связана уже с личностью учителя и, как правило, психолог школы, но не допускается до вот такого уровня, и очень часто вот во многих школах, в которых мне приходилось работать, там психологу или даже нескольким психологам говорят, вы занимаетесь детьми. В тех школах, в которых я работал в разном качестве, я всегда шел вот в систему взаимодействия между учителями в межличностное пространство педсостава и через эту линию там можно решить очень-очень много проблем. Так, давайте двигаться дальше, уже время моё подходит. Так, ну, значит, это школьники. Ну, вот здесь вот давайте это более развернутая перечень обидно на учителя, споры, проблемы адаптации. Можно прочитать, не буду я зачитывать, да? и давайте посмотрим на графики. Вот они представлены, эти вещи. Ну, очень резкая такая вот стопчатая боль, скажем так, детей. Я уже говорил о взаимоотношениях ученика и учителя, эти отношения достаточно латентны, и вот в опросе, в этом нашем опросе, смотрите, вот эта латентная зона, она показала, потому что опросы были анонимные, мы гарантировали конфиденциальность этих ответов, и вот мы получили достаточно такой яркий показатель, вот обида на учителя. Ну, скажем так, несогласие, там это был так сформулирован вопросом, но я вам скажу так, что обиды учителя в основном связаны более, поточнее сказать, это чувство несправедливости, чувство несправедливости, особенно в среднем звене школы это очень обострено, но я вам скажу, что ярко это выражается и в возрасте младшего подросткового возраста, они уже там достаточно открыты, они осознают, так сказать, самосознание достаточно разворачивается в этом возрасте, и они видят это, видят несправедливость, и не просто испытывают там боль, боль, негативное чувство, как у младших школьников, вот младшие подростки, они уже достаточно мощно проявляют эту обиду на учителя, но в разной форме, в разной форме, это монтирование занятий, это некоторые формы мягкие или не мягкие формы издевательства над учителем, и так далее, это вот думаю, что проблема очень серьезная, и здесь вот учителю надо ну как бы очень серьезно скажем так, отнестись вот к этой информации, вторая, это драки между учениками, да, в разном возрасте это по-разному происходит, но вот я об этом уже говорил, там есть борьба за лидерство, за статус, да, и зависть, очень часто это связано с одеждой, особенно с гаджетами, да, которые не все родители могут позволить себе, и так далее, остальные остальные проблемы, они как бы менее значимы здесь в процентном отношении, ну, проблема адаптации, которая, в общем-то, достаточно хорошо решается в педагогической психологии, да, вот я не обратил внимания, смотрите, споры, конфликты с учителями, предметниками, мы выделили вот эту зону, посмотрите, какая разница, да, это вот межличностное пространство ученика и учителя и предметник, то есть, это споры по существу, по содержанию предмета, ну, может быть, по формам преподавания, да, значит, мы выходим из личностного пространства, и там, где личностное пространство, там за 50, я даже думаю, что там больше, просто достоверность этих данных, ну, она немножко, так сказать, коэффициент, вот это связано с экспектациями, да, кролевой позиции учителя, она снижает этот, я думаю, там реально 60-70% было бы, ну, вот, математика показала 53%, значит, ученики, здесь личная проблема ученика, взаимоотношения учеников с родителями, посмотрите, какая она небольшая, вот с точки зрения школьника, он не видит особых проблем, отношения с родителями, ну, 1% это статистическая погрешность уже, да, ну, что еще, вот, смотрите, 7-35, значит, да, дети говорят о том, что те дети, которые, которых, которые смогли сохранить природное детское любопытство, которое, которым интересен процесс познания, да, вот, они очень вот ярко выражали свое недовольство тем, что другие ученики, ну, которых сложилась ученическая судьба по-другому, как бы они мешают вот эту вот проблему, и часто ссоры возникают, такие латентные ссоры, длительные, они вводят из этого, но личностные проблемы 7-35, личностные проблемы ученика, это тут очень широкий диапазон и высказывание детей, а у нас анкеты были достаточно такие повествовательные, там ребенок мог достаточно свободно выразить какие-то свои эмоции, противоречия, которые у них есть. Так, что у нас дальше? Ну, вот смотрите, обобщаю, я хочу еще минут 10 попробую проговорить свою программу. Это основные причины школьных трудностей. С точки зрения учащихся, опять выделить, это неуважение учеников взрослыми, это дети, начиная с младшего подросткового возраста до старшеклассников очень ярко, это в наших беседах, в наших фокус-группах, они, когда они находились в группах, они становятся смелее, они очень мощно высказываются по отношению к тому, что взрослые, здесь было некоторое вообще не это относилось и к администрации школы, и к учителям, но в меньшей степени к родителям, что есть неуважение к личности ученика, и это их очень напрягает, как мне один сказал, несправедливость учителей, конфликты со сверстниками в меньшей степени, но это тоже такая зона сложная, потому что она создает комфорт по горизонтали, по горизонтали, и вот эта неблагополучие системы отношений, не все классы дружные, часто плохая сплоченность, разобиение на группировке, оно мешает детям существовать, как бы быть счастливыми в школе. С точки зрения родителей, это недостатки в государственной системе, это системная ошибка, которая не все время называется, но мы это знаем, связанное с ЕГЭ и с общими какими-то тенденциями, это тоже так хоть отдельно. Так, педагоги, значит, тоже претензии к государственной системе образования, я называл две причины, нагрузки большие, зарплата, хотя зарплата учителя сейчас достаточно с точки зрения, ну, с позиции средних зарплат достаточно высокая, но исследования показывают, что повышение зарплаты где-то 2-3 месяца оставляет их в зоне комфорта, а потом начинаются опять жалобы. Вот, говорят с администрацией, сами-то они, конечно, не говорят об этом нам, психологам или исследователям. Так, да, вот, формализация задач, но мы тоже это знаем, мало поддержки с администрацией проблемные ученики. Ну, проблемы ученики это что такое? Это, конечно, очень важная проблема, она, конечно, это тоже системная ошибка, проблемные ученики это системная ошибка, это неадекватное взаимоотношение между родителями учениками, это, конечно, недостаточно психологическое, тоже, я буду говорить немножко позже, это психологическая некомпетентность учителя так из точки зрения администратора опять системная ошибка система образования требующий много времени формально и вот это тоже администратора стоит между учителем и родителем потому что очень часто родители жалуются на учителя не напрямую потому что они естественно что боятся что это отразится на их ребенка поэтому требования очень часто идут к администрации и родители как бы перекладывают свои обязанности воспитания детей на школу да и предъявляются завышенные требования коле у многих родителей в истории жизни была другая школа скажем так да ну эту тему как бы не буду продолжать да и она строилась других принципов другая система отношения была хотя там проблем тоже было достаточно вот на современная школа серьезно отличается от той школы которую попали ну скажем так ну молодые родители может быть уже попали в этот новый период педагогическое модельстве но те которые постарше они конечно попали в более хорошие я например своей школе ну просто могу с восторгом только вспоминать так значит давайте я перехожу значит вот в связи с вот таким анализом я очень штрихпунктирно обозначил есть достаточно серьезный анализ статистический анализ таких базовых причин значит мы были вынуждены по-крупному выделить субъективные и объективные причины таких ситуаций и конфликты противоборства до то которые существуют в школе в системе вот межсубъектных отношений он достаточно серьезен да и вот субъектное объектное значит нам нужно было выйти ведь задача нашего типа исследования было создание программы причем тренинговые программы к профилактике и предупреждение таких конфликтов и вот это вот работа такая следовательского первый год у нас был такой исследовательский сейчас мы разрабатываем такие тренинговые программы для учителя для учителя для того чтобы можно было более конструктивно решать эти вещи были выделены вот сейчас я очень коротко вам просто покажу я не буду их зачитывать значит субъективные и объективные причины зачем это сделано потому что есть очень много объективных причин которые ну как бы лежат вне нашей компетенции компетенции психологов мы конечно можем выходить с какими-то рекомендациями можем но это не наша такая низовая работа технологическая и например дидактическая некомпетентность учителя но вот с 4 значит смотрите это мы выделили тоже по частотному признаку принципу причины с обозначением индекса потому что дальше мы будем различные уже выделять компетенции которые мы будем формировать соответствие с тем набором субъективных причин которые вот выделены в этой схеме значит здесь вот так вот глазами пробегитесь значит субъективные чем отличаются чем отличаются сейчас одну секундочку чем отличается давайте ну мы знаем что такое субъективное что и объективное но я хочу более жесткие критерии выделить значит объективно все то что находится вне нашего сознания это такая философская как бы позиция да это то что мы не можем оценить как то что может быть подвергнуто непосредственно в зоне нашего сознания нашей воли и я имею ввиду в прямом воздействии и объективные значит объективная причина это то что лежит вне нашем сознании субъективная причина это наше видение наше понимание наша оценка тех или иных моментов значит вот субъективные причины некомпетенции учителя она лежит например в зоне в зоне его развития его развития как предметника и его три зоны это предметная компетентность это педагогическая компетентность и это личностная компетентность мы выделяем это ну вот значит надо было субъективных причин это то что я сказал ну например педагогическая запущенность ученика очень иногда трудно решить это относится к объективным или к субъективной зоне но педагогической запущенностью ну наверное я могу два слова об этом сказать это когда ребенок пропускает какой-то материал по объективным и субъективным причинам болезнь ученика либо и болезнь учителя переход из одной школы в другую да и возникает вот это белое пятно которое потом очень сильно влияет на усвоение последующего материала да вот примерно так и естественно что это объективная причина но ее можно решить за счет субъективных факторов конечно но она как таковая существует независимо от сознания ученика эмоциональная несдержанность да это генетика так борьба за лидерство это естественная потребность ребенка борьба за статус который дает ему целый ряд преимуществ там и так далее вот я сейчас опять вернусь к объективным причинам вот зона для психолога конечно она находится вот в большей степени субъективными я хочу сказать что объективные причины тоже могут быть может быть воздействие на объективные причины но они напрямую часто нерешаем мы вот субъективная причина это субъективное пространство где психологическое как бы ну назовем это в кавычках воздействие да или фасилитирование она может быть достаточно эффективным так давайте двигаться дальше значит объективная причина так значит вот в нашей программе я сейчас подхожу к таким к результирующим вещам которые были разработаны в нашей в нашем исследовании значит ну и задание думаю что это известный как бы термин технология когда все обучение 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 строится на вхождение в некие реальные ситуации и мы вот собрали сформулировали достаточно большую базу таких ситуаций и вот в качестве примера я привел вот один из одной из таких кейс заданий значит ну она нужна как каждый кейс задания имеет свое название вот ошибка в электронном журнале значит и здесь мы смотрим по какие s1 s6 s7 это а субъективные причины субъективные причины и мы в соответствии с вот этой с выделением этих причин и будем разрабатывать тренинги направлены на преодоление вот этих субъективных причин ну и здесь дальше идет здесь дальше идет содержательное описание этой значит вот эта наша методика она представляет работу вот с этими кейс ситуациями которые мы на основе которых мы будем формировать у педагога соответствующие компетенции так дальше так следующий слайд значит здесь представлено задание одно из заданий которые связаны вот с той с кейс ситуации которые необходимо выполнить педагогу можете дам несколько секунд чтобы просмотрели здесь вот есть выделение субъективные объективные причины есть предложение как бы гипотетически как можно решить эту проблему причем даются технологии решения этого того или иного типа конфликтов но я могу сказать что конечно содержать нам плане конфликтов море море и на каждый тип конфликта мы не можем выработать какое-то специальное обучение да поэтому конечно идет обобщение идет выделение крупных групп проблем которые вот будут решаться с помощью формирования определенных компетенций у учителя так давайте дальше двигаться ну очень большая проблема здесь в том чтобы оценить оценить успешность обучения педагога педагога и вот здесь нами предлагается такая критериальная оценка десятибальной под десятибальной системе и это одна из труднейших проблем сразу скажу и мы пока остановились о том что это должен быть какое-то что-то типа такого микро или так ского сокращенного типа но есть такая методика оценки которая применяется в бизнесе это метод независимых экспертов этот метод применяется там где вид деятельности очень сложен и там нельзя выделить очень жестко критерии этих оценки поэтому вот ну а трех там до десяти экспертов оценивают поведение вот тестируемого в той или иной ситуации вот в кейс заданиях конечно самым эффективным будет применение этой системы но она будет дополняться и традиционными тестами теста на знание на понимание ситуации на аналитические высказывания по поводу той или иной ситуации и вот здесь будет 55 таких критериев но достаточно объективных которые будут оцениваться по десятибальной системе и значит вот здесь вот внизу если что оценка в 35 баллов уже будет считаться удовлетворительным так ну вот я на этом заканчиваю заканчиваю спасибо за внимание значит у меня есть ну я могу это хотел сказать дальше вот это ссылки на две мои публичные не лекции которые я читал в прошлом году и в этом году это одна была связана с проблемой конфликтности в семье семье и на лекция которая рассматривает ну проблемные зоны в лидерстве проблема лидерства в семье зона семьи мне как бы очень значима потому что она непосредственно связана с проблемой детей связано с учебными проблемами поэтому я их рассматриваю всегда в неком таком единстве но что я еще хочу сказать дело в том что обучение учителя в тренинговой форме является но считается наиболее как бы эффективной где происходит такое межличностное общение и ведущий психолог достаточно имеет большой диапазон средств для того чтобы сформировать вот те компетенции о которых мы говорили и конечно я приверженец гуманистических подходов прежде всего это риджерианство когда ведущий психолог все-таки ведет такую фасилитирующую работу фасилитирующую работу и дает возможность учителям определенных рамках общаться друг другом выделяя или иные зоны и ища как бы решение проблем в процессе решения этих проблем возникают определенные ну скажем так стереотипы стереотип личностного развития изменения себя потому что вот для того чтобы изменить другого предположим ученика нужно изменить что-то в себе это кратко значит у меня будет вот по фпк у меня будет программа программа которая 72 часа которая тоже есть на сайте фпк и там есть программа для учителей которые вот я разработал и веду о данной проблематике так спасибо за внимание еще раз я буду с удовольствием весь внимание то что мне может сказать хотела бы сказать мой оппонент и нас еще будет дискутант да может быть на вопрос я сейчас попробую переключиться на звук владимир вадимина может быть вопросы пока мы предложим ну да да давайте вопрос вот я в чате вижу вопрос можно еще раз в чем я вопросы просто в чем различие вы сказывали обиды на учителей не согласен с учителем 53 процента и конфликты с предметником или классным руководителем 3 процента сейчас одну секундочку я я перешел на наушники поэтому сейчас я постараюсь так еще раз если вам удобно в чат зайти вы можете прочитать сами если неудобно я вам еще раз в чем различие высказывание обиды на учителя и несогласие с учителем 53 процента выбрали этот вариант и споры и конфликты с учителем предметником или классным руководителем 3 процента всего выбрали этот вариант поясните пожалуйста различие значит дело в том что системе системе предметных так я сказал что разница очень большая между вот межличностным пространством ученик и учителя и ребенок учитель предметник там разное содержание этой системы отношения и поэтому так я хотел этим сказать том что вот вот межличностное пространство для ребенка более значимо и более конфликтное чем содержательно предметная система отношений вот это показала наше обследование и я это пояснил тем что система взаимоотношений ученик учителя крайне не удовлетворим и работу с учителем во многом должна быть направлена на то чтобы решить вот эту проблему скажем так центральная точка это проблема в том что учитель не может рефлексировать состояние ученика его ожидания его переживания и он они находятся в разных системах пространств и взаимных ожидания вот можно видеть очень разных учителей ведущих один и тот же предмет и имеющих совершенно разные систему систему вот межличностных отношений отсюда эта система межличностных отношений накладывается на предмет на учебную мотивацию и так далее ну я не знаю я так понял вопрос коллеги у кого есть вопросы которые вы хотите задать устно пожалуйста вы можете сейчас это сделать или в чате может быть кому то более комфортно писать если пока нет я не могу видеть чат ну в чате пока больше нет вопросов поэтому давайте мы это достаем слово светлого александрия антоновне оппоненту добрый день коллеги я надеюсь меня слышно меня зовут александрия антоновна вот не знаю если выключить трансляцию экрана владимир возможно меня даже видно будет вас видно вас слышно хорошо прекрасно ничего страшного это частотная история сразу хотелось бы прокомментировать несколько тезисов относительно заработной платы если мы говорим о том что исследование было проведено на московских педагогах я хотела бы отметить что средняя заработная плата московского педагога свыше 100 тысяч рублей сильно свыше относительно квалификации московских педагогов наши педагоги сдают диагностику в формате егэ постоянно повышают свою квалификацию обучаются на курсах как у нас в городском методическом центре и даже в данный момент в условиях дистанционного обучения у нас свыше 10 тысяч педагогов обучается на наших курсах по формированию функциональной грамотности поэтому здесь я не соглашусь несколько с тезисами Владимир Алексеевич если же говорить о теме и о технологиях профилактики конфликтов в образовательных организациях хотелось бы мыслить несколько шире не только Москвой и понимать что когда мы говорим о профилактике конфликтных ситуаций очень важно учитывать ту среду в которой в которую включена образовательная организация мы говорим о Москве то в Москве весь город выступает фактически школой также говоря о профилактике конфликтных ситуаций важно учитывать что все они происходят в некотором в некотором нормативном поле плюс к межличностному если участники данной ситуации хорошо владеют нормативно-правовой базой этой базы должны владеть педагоги очень много конфликтных ситуаций в принципе не возникает если же мы говорим о межличностных отношениях и о том в принципе на что направлено образование и в частности у нас образование направлено на развитие таланта каждого школьника Если мы во главу угла ставим развитие таланта каждого школьника, если главная задача – это развитие ребенка и в том числе подчас следования за его интересами, предлагая ему программы дополнительного образования, которые в том числе поддержат и освоение основной образовательной программы, предлагая ему курсы внеурочной деятельности, которые будут в соответствии с профилем его обучения. Тогда, в общем-то, и многих тоже ситуаций напряженности не будет. Относительно исследования, был задан вопрос непонимания двух разных параметров. У меня сразу возник вопрос, а понимали ли дети различия этих параметров, или это уже проанализированные ответы детей. Ну вот то, что сейчас готово сказать сходу, в принципе, готово принять участие в дискуссии. Владимир Алексеевич, вы как-то хотите прокомментировать? А Владимир Алексеевич, может быть, отключился? Вы знаете, пока Владимир Алексеевич подключается, хотя я его вижу. Я тоже вижу, но микрофон у него выключен. Хотелось бы сказать, что, в принципе, обучение педагогов действием в сложных ситуациях, в том числе с использованием кейс-метода, это, безусловно, очень важно и интересно. Но здесь главное, чтобы педагогов обучили действовать не просто в конфликтной ситуации, а, ну, так мне представляется, в такой конфликтной ситуации, которая, ну, в том числе является и стрессовым фактором. Потому что пример с электронным журналом, да, это частотный пример, но я не думаю, что такая ситуация для педагога будет стрессовой, и он не сможет в ней найти быстро оптимальную форму взаимодействия с родителями. Владимир Алексеевич, вы слышите? Вы как-то отреагируете? Микрофон у вас выключен, вас не слышно. Владимир Алексеевич, включите микрофон, пожалуйста. Владимир Алексеевич, включите, пожалуйста, микрофон. Владимир Алексеевич, я пытаюсь вам сказать, что вас никто не слышит. Владимир Алексеевич, включите микрофон. Елена Владимировна, я, в принципе, готова еще что-нибудь, например, рассказать, например, о том, как устроена система дополнительного образования в Москве, но просто это не совсем соответствует теме нашей встречи, поэтому я вот молчу. — Коллеги, я просто сейчас с Владимиром Алексеевичем пытаюсь поговорить по телефону, потому что у него некие технические проблемы. Тогда, хорошо, тогда мы вас ждем. — Владимир Алексеевич пытается как-то сейчас немножко выйти из этой ситуации, поэтому у нас есть два варианта. Либо Александр Антоновна что-то нам еще расскажет, либо мы Антону Юрьевичу слово передадим. — Давайте передадим слово Антону Юрьевичу. — Антон Юрьевич Коновалов, руководитель направления школьной службы примирения. Мы вам даем слово. Пока Владимир Алексеевич пытается подключиться к нам, то мы хотим услышать ваше мнение. — Коллеги, извините, а Антон Юрьевич только меня не слышно? — А, да, Антон Юрьевич тоже не слышно. — Антон Юрьевич, вас тоже не слышно. — Антон Юрьевич, у вас микрофон, похоже, нет, у вас он включен, но мы вас не слышим. — А вы попробуйте выйти и войти, может быть, это поможет. — Владимир Алексеевич, а вы как там не разобрались со своей техникой? Может, что-то очень сегодня странное все. — Знаете, в данный момент наши дистанционные трудности коммуникации, они очень хорошо иллюстрируют, как мне кажется, в принципе, причины возникновения многих конфликтных ситуаций. Я не говорю, что у нас сейчас конфликт, конфликта у нас сейчас нет, но ситуация, когда мы друг друга не слышим, или нам кажется, что нас слышат, а на самом деле нас не слышат, или мы неправильно трактуем, например, чужие слова, мимику, эмоции. Вот, в принципе, все это может послужить почвой. — Да, для каких-то... — Ну, не для нас. — Да, хорошо. Антон Юрьевич, вы попробуете что-нибудь еще сказать? Вы пробуете сказать, но мы вас все равно не слышим. Ну что-то сегодня как-то день какой-то. Ну, может быть, вы нам что-нибудь напишите, пару слов в чате. Вот, очень хорошо. А, попробовать сейчас, да, Антон Юрьевич, другой микрофон. Три минуты подождем. Владимир Алексеевич, может быть, вы тогда включите микрофон и попробуйте нам что-то сказать. А, Владимир Алексеевич, вы нас слышите? — Владимир Алексеевич, выключим микрофон. — Да. — А, вот, включим, да. — Вот, замечательно. Владимир Алексеевич, мы готовы вас выслушать. — Ой, вы можете мне повторить какие-то вопросы, да? Вот я слышал только по поводу электронных... — У нас пока вопросов не было. — У нас пока вопросов не было. Мы сейчас с техническими проблемами все это время разбирались. Вот, если вы слушали, выступили... — Или, может быть, вы будете переводить? — Что я буду делать? — Владимир Алексеевич, короткий пересказ. — Вы можете мне повторить вопрос? — Значит, тезис первый касался заработной платы и квалификации московских педагогов. Я, как сотрудник системы московского образования, ни в коем случае не могу с вами в этом месте согласиться. Я считаю, что заработная плата московских педагогов более чем достойной, она свыше 100 тысяч рублей. И квалификацию московских педагогов тоже считаю очень высокой. Они подтверждают свою квалификацию не только своими результатами, независимых диагностик, участие в профессиональных конкурсах, участие в метапредметных олимпиадах, но и результатами детей. И Москва принимает участие в международных исследованиях как самостоятельные регионы, результаты московских детей, в том числе в тестировании функциональной грамотности, демонстрируют, в том числе и результаты московских педагогов, которые их подготовили. Касательно непосредственно возникновения конфликтных ситуаций, я говорила о том, что очень часто они возникают, в том числе в нормативно-правовом поле. И здесь очень важно знать действующие нормативные федеральные региональные документы, политику, которой придерживается система образования. И если сотрудники образовательной организации, все без исключения, находятся в едином нормативном поле и следуют своим же собственным документам, которые приняты в школе, то очень многие конфликтные ситуации просто не возникают. Также я говорила о том, что приоритетом, в принципе, московской школы, я считаю, что, в принципе, приоритетом школы является, ну, одним из приоритетов, не так категорично, конечно, развитие таланта каждого школьника. И на это направлена и система дополнительного образования, и система курсов внеурочной деятельности. И, в принципе, вся инфраструктура города Москвы, она доступна для московских школьников, и дети включены в эту инфраструктуру. И когда мы говорим о технологиях, которые позволят прийти к профилактике конфликта, мы должны учитывать полсреду, в которой находится образовательная организация, безусловно. Потому что очень часто, ну, те возможности, которые предоставляются, они в том числе и отвлекают и от негативного разного поведения и проявлений. И, в общем, ни для кого не секрет, что если дети заняты, у них остается гораздо меньше времени на конфликтующее и агрессивное поведение. В том числе я говорила о том, что вот возник вопрос, да, у слушателя относительно двух параметров и того один и тот же этот параметр, и в чем их различие. У меня возник вопрос, а дети, когда они проходили анкетирование или тестирование, они четко понимали различия или нет? Или это уже некоторые обобщенные материалы, которые были получены в ходе свободных ответов детей? Ну вот, Елена Владимировна, кажется, все сказала. Да, Владимир Алексеевич, тогда... И призвала вас к дискуссии, собственно говоря, на эту тему. Да, только микрофон, Владимир Алексеевич, включите, пожалуйста. А вы опять не включили микрофон. Владимир Алексеевич, пожалуйста, включите микрофон. Владимир Алексеевич, вы меня слышите, включите микрофон, пожалуйста. Микрофон включен, да? Вот сейчас показано мне, что он выключен. Так, сейчас слышно меня, нет? Да, сейчас слышно, да. Сейчас опять не слышно. Сейчас включился, да? Может быть, ну да, он периодически у вас выключается. Сейчас должен был быть включен. Ну, тогда давайте мы вас слушаем. Так, сейчас слышно меня, да? Сейчас слышно, да? В данный момент слышно. Сейчас слышно меня? Сейчас слышно. Ну, вот я, то, что я услышал. Значит, Александрина Антоновна мне предъявила некоторые претензии о том, что компетенция учителей достаточно высокая, да? И все тесты, которые они проводят, они показывают этот высокий уровень. Но я говорил не о компетенции предметной, а то, что вот исследование показывает, что личностная психологическая компетентность не всегда соответствует требованиям эффективного взаимодействия между учителем и учеником. Так, опять плохо слышно, да? Нет, вас слышно сейчас. Мы вас слышали. То есть мы говорим немножко о других вещах. Если еще одна вещь, которую я хотел бы подъявить, что если бы в школе действительно выполняли все те правила, которые как бы они должны были, естественно, что конфликтов было бы гораздо меньше. И помните, когда я говорил, вот эта трехвекторная модель, что для того, чтобы перевести конфликтное взаимоотношение в развивающее взаимоотношение, как раз его нужно перевести в систему отношений по правилам. Это относится к любому типу конфликта. Но, к сожалению, эти правила не всегда соблюдаются. И эти правила относятся и как учителю, и, конечно, как к ребенку, как к обучающему. И, естественно, что все те правила, которые существуют в обществе, они направлены именно на то, чтобы конфликта свести к минимуму. Так, меня было слышно? Да, вас было слышно. Ну вот еще был вопрос, который я сейчас могу услышать. Коллеги, обратите внимание, что в чате Ольга Борисовна Крушевницкая написала в подставках количественных характеристики, которые относятся к исследованию, в частности, перечень фокус-групп, сколько их проводилось. Поэтому вот с этим можете ознакомиться в чате. А я думаю, что... Да, Крушевницкая Ольга Борисовна является соисполнителем этой темы, поэтому она в курсе проводимых исследований. Давайте, я думаю, мы дадим Антону Юрьевичу слово, если он уже справился с микрофоном. Скажите, пожалуйста, что-нибудь, Антон Юрьевич, мы поймем. Похоже, пока ничего мы услышать не сможем. Коллеги, может быть, пока Антон Юрьевич налаживает обороты, у кого-то вопросы возникли, и кто-то хочет Владимиру Алексеевичу задать вопрос. Или, может быть, Александрине Антоновне. Антон Юрьевич, у вас там не поменялась ситуация случайно с микрофоном? Может быть, есть вопросы по поводу фокус-групп, может быть, ведения. Давайте я могу немножко рассказать про то, какие технологии будут использованы в этих подготавливаемых материалах. Если меня слышно. Вас слышно. Ну, вот я сегодня говорил по поводу ожидания, да, экспектации. Вот действительно, это очень серьезная проблема, потому что каждый живет и видит ситуацию очень по-своему. И вот одна из проблем, психологический механизм возникновения этих проблем – это непонимание роли друг друга, поведения, траектории друг друга. Ожидания, к сожалению, являются неадекватными. Мы ожидаем от человека то, что он видит совершенно по-другому, и расходясь вот в этих траекторных движениях, мы, естественно, не можем понять друг друга, мы не можем согласовать свои действия, и мы не можем достичь общей цели. А школа – это, безусловно, все субъекты образовательного процесса – это одна команда. И вот она будет только тогда эффективной, максимально эффективной. Я не хочу сказать, что она неэффективна. Она эффективна, но процент требует, мне кажется, коррекции. И вот только тогда, когда школьная команда будет работать по какому-то одному типу взаимодействия, и обеспечить вот это взаимодействие является очень важной задачей. Только тогда она сможет быть действительно максимально эффективной и решать те задачи, которые, безусловно, на вот такое эффективное взаимодействие ушло бы гораздо меньше усилий, которые сейчас достигаются, мне кажется, чрезмерными усилиями. Так, кто у нас еще выступает? Так, какие-то еще вопросы есть? Ну, давайте я еще одну вещь скажу, очень важную. Я этой зоной пока не касался. Дело в том, что в школе недостаточный уровень взаимного доверия. Да, каждый выполняет хуже или лучше свою роль, но вот какого-то доверительной системы отношений в школе, к сожалению, мне кажется, недостаточно. Вот одно из важных моментов, почему мы так ценим доверительные отношения, потому что они освобождают очень огромную энергетику для потрачивания этих сил на системы защит. Мы в социуме очень мощно загораживаемся друг от друга, у нас есть определенные уровни тревожности, мы все смотрим немножко издалека, мы боимся стать плотнее, скажем, друг к другу. Вот к этому более эффективному взаимодействию. И вот учитель в очень выигрышном положении, как в воспитательном, так и в учебном плане, тогда, когда ему удается устанавливать доверительные отношения со своими учениками. И вот в тренингах мы будем обращать большое внимание на то, чтобы сформировать технологии установления доверительного отношения. Здесь есть целый ряд способов. И вот моя практика показывает работу школы, что это существенно изменяет весь учебный процесс и, скажем так, по-другому выстраивает всю систему педагогического общения. Вот в одной и той же школе очень часто встречаешь один и тот же класс, находясь на занятиях у разных предметов, они совершенно по-разному ведут себя. И здесь, конечно, очень многое зависит от того, как выстраивает отношения с этим классом педагог. Здесь есть, так сказать, достаточно разная типология, как выстраивать отношения. Каждый педагог выстраивает какую-то свою стратегию, каждый вырабатывает свой стиль общения, стиль руководства. Одни действуют на класс через систему лидерства, через статусную групповую структуру класса. Есть педагоги, которые занимают такую очень жесткую авторитарную позицию и как бы заставляют людей делать то, что необходимо. Вот в менеджменте есть такая градация, есть два типа лидеров. И вот есть такая формулировка, чем отличается лидер от руководителя. А руководитель, я сейчас процитирую одного из замечательных специалистов по менеджменту, он говорит так, что руководитель заставляет людей делать то, что нужно, а лидер вызывает у людей желание делать то, что нужно. Вот научиться быть не просто руководителем, а лидером в классе у детей, я думаю, что это задача, которую мало кому удается решить из педагогов. И в наших тренинговых занятиях эти моменты тоже будут учитываться, и мы будем помогать учителям своими технологиями быть лидерами, а не руководителями класса. Так, меня было слышно, да? Да, спасибо большое, Владимир Алексеевич, вас было слышно. Я все-таки хочу задать вопрос Антону Юрьевичу. Вот вы напишите или как-то просигнализируете, у нас есть надежда вас сегодня услышать. Хотелось бы пообщаться, да. Потому что это очень хороший специалист по школьным конфликтам, да. А, вот мы подождем тогда пару минут, и Антон Юрьевич к нам присоединится. Коллеги, может быть, какой-нибудь вопрос кто-нибудь пока задаст? Может быть, что-то, или что-то непонятно, или что-то вы хотите уточнить? Наверное, у всех тоже микрофоны не работают. Ну, я не знаю даже. Я думаю, что, может быть, растерялись люди. Коллеги, я тогда, пока Антон Юрьевич настраивает аппаратуру, я хочу вам немножко рассказать вообще про наши семинары. Они у нас проходят каждый четверг, сейчас в формате вебинаров, и вы можете всю информацию найти на сайте. Там у нас есть в разделе «Наука» вкладочка «Научные вебинары», и там расписание актуальных вебинаров на июнь выложено. И вы можете всегда найти что-то для себя интересное. И, кроме того, у нас выложены записи всех прошедших вебинаров, то есть вы можете эти записи посмотреть. И некоторые материалы презентации выложены. Я думаю, что это может быть интересное. Владимир Алексеевич, тут появился вопрос. Может быть, спрашивают, может рассмотреть какой-нибудь конкретный пример разрешения конфликта? Значит, конкретный конфликт. Ну вот, значит, смотрите, вот я сейчас вспомнил один такой конфликт, который произошел в одном из колледжей города Москвы, которым я, ну, как-то немножко косвенно, но принимал участие. Смотрите, вот ребенок, девочка второго курса колледжа приходит в колледж в рваных колготках. И зам директора по воспитательной работе, она встречает ее в фойе и школе, и не пускает на занятия. Она считает, что это такая демонстративная форма поведения, и она хочет, ну, как-то себя демонстрировать, вызвать, может быть, жалость, может быть, какую-то агрессию, то есть это такая провокационная форма поведения. Вот в этой ситуации, вот как ко мне обратилась вот эта вот, этот педагог, сказал, как ей было правильно себя вести. В чем, какая альтернатива здесь? Значит, она могла просто-напросто не пустить ее на занятия, да, и сказала, что пойди переоденься. А какая вторая... Я думаю, что это такой вот педагогический прием, который, наверное, был бы свойственным большинству педагогов, да, или представителей администрации, там, школы, потому что это явно вот такая демонстративная форма, провокационная, скажем так, форма поведения подростка. Что здесь педагог может сделать, а что он не должен был делать? С одной стороны, он препятствует вот этому провокационному действию подростка, да, и не пускает ее в школу для того, чтобы, ну, не осуществилось тот план, который был задуман этой девочкой. Вот наши занятия мы ведем в проблемном таком плане, в вопросительном, и, например, вот задавая такую кейс-задание, я бы попросил всех присутствующих на этом занятии высказать свою точку зрения, как бы они решали эту проблему. Участники тренинга высказывают свои точки зрения, но делятся на какие-то там группы. Я могу разбить этих людей на группы, где они обсуждают, они вырабатывают плюсы и минусы в каждом из этих вариантов, и в такой вот микрогруппах, и потом пытаются доказать правоту своей позиции, своего решения. Вот что здесь происходит в этот момент? Происходит осознание не просто ситуации, а причин, которые возникают в этом. Они смотрят, откручивают пленку назад и начинают думать, а как эта ситуация создавалась, а почему ребенок решился на такие действия. и естественно, что происходит очень глубокая рефлексия самой этой ситуации, потому что дело не в том, чтобы решить эту ситуацию, а в том, чтобы предупредить ее, создать такие условия в домоотношении, взаимодействия, которые не приводили бы к такого типа конфликтам. Ну и в конце я могу сказать, после обсуждения различных вариантов, дело не в том, чтобы выработать, а чтобы научиться анализировать эту ситуацию и находить способы недопущения ее. А потом в конце я говорю, как этот педагог решил эту ситуацию. Она дала ей свои деньги, открыла кошелек, дала деньги, чтобы она купила колготки, переоделась и пришла на занятия. И сказала, что у нее на это есть полчаса. Ну вот это решение тоже можно оценить, как педагогически правильное или неправильное. И какие варианты были бы лучше. Ну вот когда идет обмен вот таких мнений, создается некоторое технологическое пространство подхода к таким проблемам и поиск наиболее оптимальных вариантов решения. Вот примерно вот так. Вот это работа с кейс-заданием. Ну там мы раскрываем компетенции, которые для этого необходимы, какие изменения должны быть в понимании ситуации, ну и в результате какие-то происходят изменения на уровне рефлексии, психологического анализа этих проблем и изменения позиций к таким ситуациям. Я скажу так, что в этой ситуации, например, могут быть, формироваться и такие структуры, как эмпатия, как развитие эмоционального интеллекта и другие факторы, которые помогают педагогу быть эффективным в своем педагогическом общении. Ну вот я как бы так ответил на этот вопрос. Владимир Алексеевич, вопрос. Скажите, пожалуйста, будет ли разработана программа или тренинг по профилактике или предотвращению конфликтных ситуаций или рекомендации для всех субъектов образовательного процесса? Будет разработана программа тренинговых занятий. Там не будет конкретных решений на конкретные ситуации, потому что таких ситуаций, ну, тысячи. Тысячи. И да, у нас есть целый ряд изданий, где приводятся десятки, даже сотни каких-то ситуаций. Правда, эти книги достаточно старые, уже они не очень сейчас актуальны. Но там есть четкое описание самой ситуации, то, как эта ситуация была решена. Я скажу, что эффективных способов решения их может быть несколько. Это не есть одна ситуация и одно решение. И я скажу, что вот из моего опыта я очень часто посещаю уроки, я вижу, как работают учителя, я вижу, что у каждого учителя есть свой стиль, свой подход. И это не просто конфликт, это проблемная ситуация. Тут очень много аспектов, много уровней, и она очень индивидуальна. И один и тот же случай, например, в одной или другой школе может иметь совершенно разные причины. Поэтому, конечно, нам приходится работать с наиболее обобщенными подходами к анализу этой ситуации и выработка таких вот, скажем так, универсальных подходов к анализу и, скажем так, предотвращению или, конечно, лучше предупреждение таких ситуаций. Можно добавить еще два слова как участнику этого исследования? Да. А вот Борисовна не узнала ваш голос. Да. Вы знаете, действительно, проблема очень сложная и комплексная. И вот когда мы проводили фокус-группы с разными субъектами образовательного процесса, то, значит, у меня вот первоначально было такое, знаете, некоторое даже предубеждение, наверное, вот какой-то небольшой, так сказать, негатив по отношению к учителям, да, потому что, ну, все мы родители, там, у всех дети и так далее, и сами когда-то учились, и бывало, на учителях обижались. И я понимаю, что им приходится очень непросто, они, так сказать, выстраивают дистанцию, потому что дети у нас сейчас очень даже разнообразные. Но после того, как я провела фокус-группы с родителями, то я как-то очень резко стала сторонником педагогов, потому что я поняла, насколько им тяжело вот не столько с учениками, там у них есть профессиональная подготовка, там у них есть опыт работы, там у них есть, так сказать, уже, ну, так сказать, настроенность на взаимодействие с учеником. Но с родителями было очень трудно, потому что они, часть родителей, где-то меньшая часть, там, ну, скажем, 30% примерно, они настроены априорно, агрессивно по отношению к школе и к учителям, и они начинают сразу доказывать, что ничего изменить нельзя, что всё плохо, что, значит, естественно, они обвиняют школу, да, в том числе в том, что сами недоработали со своими детьми, и главное, вот печально было то, что какой-то идёт отказ от сотрудничества, и вот первыми начинают высказываться родители наиболее активные и агрессивные, остальные при этом или молчат, или, так сказать, поддаются вот этой агитации, и какой тут может быть конструктив, как можно взаимодействовать. И я понимаю, что при этом эти родители, они ещё и дома, наверное, высказываются примерно в таком же ключе в присутствии своих детей, а потом мы удивляемся вот разному поведению учеников в школе. Хотя тогда, когда родители занимают иную позицию, всё бывает иначе, даже в каких-то достаточно сложных ситуациях. Например, одна из ситуаций, которые вот рассказали родители, была такая, что семья переехала из маленького города, ребёнок родителей, так сказать, где-то четвёртый класс, он пришёл в школу, ему было, конечно, достаточно сложно адаптироваться в принципе, и оказалось так, что не то, чтобы конфликт с учителем случился, но ребёнок, с его точки зрения, ему поставили несправедливую оценку. Вот он так считал. Это его субъективная точка зрения. И когда он пришёл домой и рассказал, то первая реакция у родителей была, особенно у папы, пойти разобраться. Мы любим своего ребёнка, мы защищаем своего ребёнка. Потом родители немножко подумали и решили не торопиться. Они устроили семейный совет, несмотря на то, что у них достаточно маленький ребёнок, маленький четвёртый класс. И они обсудили эту проблему конструктивно. И мальчик взял на себя обязательства в течение ближайших дней, недель, проявить себя с лучшей стороны в школе и посмотреть, что будет дальше. Вот. Он проявил себя как прилежный ученик, как активный участник занятий, внимательный слушатель и так далее. И буквально в течение недели он ощутил позитивные отношения со стороны учителя. То есть было ясно, что не было никакого, так сказать, злого умысла, не было какой-то несправедливости. И затем, спустя там ещё несколько недель, когда уже происходило родительское собрание, может быть, даже месяц или два прошёл, я не знаю, но спустя время родители встретились с учительницей и вспомнили эту историю, они её вспомнили совершенно спокойно. И оказалось, что да, действительно был такой случай, и что учительница чувствует, что она была не совсем права в этой ситуации, и она, так сказать, была такая эмоционально заряженная ситуация, когда она ожидала, что родители, что называется, будут на неё нападать. То есть если бы в этот момент перейти к конфронтации, то неизвестно ещё, как закончилась бы история для ребёнка в этом классе. любой конфликт, когда выходит из-под контроля, он грозит разными последствиями, но вот в таком случае, когда родители со своей стороны подошли конструктивно к решению этой ситуации, всё закончилось очень благополучно. Во-первых, мальчик почувствовал, что он способен, так сказать, самоутверждаться вот таким вот просоциальным конструктивным образом, не произошло конфликта, и в общем дальше развивалось такое хорошее сотрудничество между родителями и школой. У меня всё. Слышно ли меня? Да, наконец вопрос. Да. О, наконец-то, с телефона. Я так и не понял, что было, потому что ежедневно веду то в Zoom, то в Teams, то ещё где-то семинары, и тут вдруг, возможно, какой-то конфликт между Google, потому что я с Яндекса выхожу, возможно, Google не понравился мой Яндекс, вот, или ещё что-то, так я не смог этого понять. Да, возможно ли? Да, ну, я слышал это всё, я всё говорил, просто я не мог, меня не было слышно, а так я слышал всё, и сейчас даже вот... Да, спасибо большое, что дождались, но прежде всего я хотел большое спасибо сказать вам, потому что исследование, это всегда важно и интересно, поскольку мы можем мыслить нашу деятельность либо в таком в должествовании, ну, например, учителя должны знать, родители должны понимать, дети себя должны вести как-то там, да, правильно, это вот, ну, как бы, долженствование. Ну, и дальше мы сталкиваемся с таким парадоксом долженствования, когда, например, учителя должны себя как-то правильно вести, но не ведут. Вроде бы, деньги им должны их удовлетворять, эти деньги, но не удовлетворяют. Вроде бы, родители должны за детьми смотреть и воспитывать их тоже, разделять это, там, по закону, по гражданскому кодексу, но не разделяют и так далее. И поэтому, для чего важны исследования? Они показывают нам некоторую реальность. То есть, вроде бы, нам хотелось бы, чтобы это было по одному, то есть, мы там даем методические рекомендации, ну, вот я сам участвовал в разработке методических рекомендаций, в том числе, там, с Миноборнауки, сейчас, Минпросвещение, по школьным службам примирения. Хочется сказать, вот, давайте дадим им нормы, правила, но жизнь показывает, что все не так, что жизнь наша строится не только по правилам, между людьми. По правилам одно, а по взаимоотношениям совсем другое. И это еще больше показывает то исследование, которое было, поскольку, ну, смотрите, действительно, не зря я спросил про эту разницу. Казалось бы, ну, чего ученику? Ну, главное ему дать образование, дать ему хороший клуб, направить, обучающий процесс, чтобы был хорошо, образовательный процесс, чтобы хороший педагог был, чтобы все было по нормам, по нормативам, по ВГОСу, по ЕГЭ, все нормально. А ученики вдруг нам, и родители говорят другое. Они говорят, отношения с учителем как же, а их отношения с учителями не устраивает. А безопасность в школе как же, это же вроде не про учебный процесс, это же вроде про какой-то, даже не про воспитательный, а про их самоощущение, самоопределение, что безопасно. А вот чтобы в классе были дети, которым им нравится, а не те, которые, как сказали сейчас, особенные, и тогда как этих особенных детей вписывать или не вписывать, или каждый ребенок особенный. И это исследование, насколько я понимаю, ставит набор задач или проблем, на которые еще надо найти ответ. Ну, по-простому я бы сказал так. Если все так хорошо разработано, то что же тогда так много неудовлетворенности? Если все так хорошо проработано в плане правил, прав, методики и прочее, финансирование школ, то почему тогда учителя не справляются с мотивацией? Ну, вот как там говорили, сложные ученики, можно это рассматривать как сложные ученики, не мотивированные, а можно сказать, учителям не хватает возможности, навыков или не навыков, это или еще какого-то представления о том, как мотивировать таких учеников, как их включать в образовательный процесс. И это действительно, мы тоже с этим сталкиваемся, потому что мы, ну, вот в моей практике я 20 лет занимаюсь службами примирения, и в большинстве случаев мы выезжаем на различные сложные ситуации в школу, это не только в Москве, в регионах, и в большие города, там, и от Калининграда до Камчатки, и небольшие села нас приглашали, поселковые школы, где разбирали разные сложные ситуации, в том числе, там, жалоба родителей на администрацию, там, буллинг, травля, криминальная ситуация, уголовная ситуация, я имею в виду с участием несовершеннолетних, там, кража, драка, разбой, групповые конфликты, недовольства. И дальше встает вопрос, как это сделать? И действительно, очень важно то, что вы, то, с чего вы начали, мне очень понравились вот эти три, три момента, когда вы сказали о том, что снять переживания, снять взаимодействие, и снять противоречие. И если я вас правильно понял, возможно, нет, меня тогда поправьте, это соответствует трём, ну, так, условно соответствует, конечно, с некоторой натяжкой, понимаю всю условность такой модели, как и любой другой модели, трём стратегиям, которые присутствуют в школе, психологической, педагогической и медиативной или восстановительной. С точки зрения психолога, действительно, сейчас я очень условно говорю, потому что есть разные психологи, разные точки зрения, в разных школах подготовлены, там, психоанализ, гештальт, там, ну, и прочее. Но вот снять переживания, ну, вот снять значимость этого, как-то проработать над, как говорят, снизить градус эмоций, проработать над психологическими особенностями человека, участников, вот они успокоятся, и ситуация как-то сама собой разрешится. Иногда действительно помогает, все чувства провентилировали, всё, и как-то люди успокоились, нашли решение, или как-то, ну, снизило значимость. Но далеко не всегда так, мы сталкиваемся с тем, что люди, ну, например, ситуация гиперактивного ребёнка, или, как вы сказали, особенного ребёнка. Дерётся, кусается в школе, там, срывают уроки, бегают по классу, кричит, не слушается, поведение деструктивное. Но это ребёнок массовой школы, часто это начальная школа, ну, то, что называется синдром гиперактивности и дефицита внимания, например, СДВГшка. И родители говорят, уберите эту ложку дёгтя из нашей бочки мёда, уберите этого ребёнка из нашего класса. И они правы, потому что он мешает их детям, срывают уроки, ну, и вот ваше исследование тоже показывает, детей это напрягает, почему учитель полурока вокруг него объясняет этому ребёнку, а вместо того, чтобы на всех внимание обращать, почему в результате не успевает большое домашнее задание, говорят, уберите этого ребёнка. А те родители этого ребёнка говорят, а мы никуда не уйдём. И они тоже правы, потому что это ребёнок массовой школы, и что значит уберите его ребёнка, а куда он пойдёт? У нас нет школы для таких детей, и, может быть, невозможно такие школы создать, потому что это ребёнок массовой школы, интеллект сохранен, но только с поведением, с мотивацией не справляются. И учитель говорит тоже, это всё реальные ситуации, как вы говорите, кейсы. Учительница мне говорит, ну если бы у меня таких двое в классе было, я бы, может, и справилась. А когда мне их пятеро посадили, тут, может, и Макаренко бы не справился. А директор тоже говорит, а куда я дену этого ученика? Вот у нас эта учительница молодая, новая, это, наоборот, на пенсию скоро выходит, это сейчас в декрет, а вот вам, уважаемая Мария Ивановна, мы всех этих детей, всех пятерых или семерых, и посадили в класс. Вы у нас опытный, со стажем, мы вас уважаем, вот и давайте. И начинается в классе чёрт-те что. И поэтому просто снизить градус эмоций не получается, потому что родители говорят, ну хорошо, мы успокоимся, заберём заявление. Если этот ребёнок будет себя хорошо вести, родители будут за ним следить. А ребёнок приходит на следующий день в школу, и что делает? Опять своими зубками там в кого-нибудь впивается, или опять что-нибудь разбивает. И понеслось заново. Потому что кроме эмоций есть ещё и сама проблема, которая требует решения. Второй вариант педагогический, когда обычно говорят, дети, разойдитесь, пожмите друг другу руки, больше не подходите друг к другу, ну либо перевод ребёнка в другой класс, в другое подразделение в Москве, ну как бы разделение конфликтующих сторон. Если такое возможно, хотя, на мой взгляд, практически всегда, это значит, что педагогическая система не сработала. Я сейчас не в смысле поиска виноватого, не в смысле того, что что-то право, неправо, это не наш вопрос, а в смысле, что не удалось справиться с ситуацией. Потому что, как правило, что значит перевод? Значит, уже травлять ребёнка, родители к ней подключаются, часто педагоги. Как с этим справляться? Потому что одного уберите, другого уберите, третьего уберите, учитель уберите, классного руководителя уберите, директора смените нам, и начинается вот эта привычка, что нет человека, нет проблемы. Русская, национальная, российская, извините, советская национальная игра, вот так, советская. Нет человека, нет проблемы. Уберите, будет нам счастье. Мы такой подход не поддерживаем, считая, что это недопустимо, что каждый раз для меня это всё время грусть, что не удалось в школьной системе справиться с проблемой, не с ребёнком справиться, а с проблемой взаимодействия. И, наконец, третий, который вы говорите, снять противоречия. Вот это, я думаю, и то, что вы дальше стали разбирать, действительно очень важно. Это рассматривается в восстановительном подходе, в медиации, в школьных службах примирения, ну, это как форма уже в службах медиации, то, что называется переход от позиций к интересам, когда мы... Человек, родители, например, приходят с позиции, уберите ребёнка, или там, уберите, накажите учителя, накажите директора, сделайте, чтобы нам всё было хорошо, и нам за это ничего не было. И сами отстраняются от этого. И первый ход, про который тоже вы упоминали, когда мы говорим, а для вас-то что важно? Они говорят, ну, вот из реальности одна мама говорит, мне важно, чтобы он осознал и больше этого не делал, поэтому отправьте его в колонию. Я говорю, так если для вас важно, чтобы он осознал и больше этого не делал, давайте это обсуждать. Вот ваш интерес, то, что для вас важно, важность для вас, чтобы он осознал, что больше не делал, давайте обсудим, через какие формы это можно сделать. И если, например, а с нашей точки зрения должно действовать, когда состоятся, когда все участники соберутся за столом переговоров, и каждый будет делать вклад в решение ситуации. Не отстраняться, сделайте мне. Вот родитель говорит, вы мне сделайте, или учитель говорит, вы мне сделайте, а я тут в сторонке постою. А когда каждый, и родитель одного ребенка этого гиперактивного, ну или там деструктивным поведением, и родитель остальных детей, чтобы они тоже перестали его подначивать, и, возможно, дети, и классный руководитель, который часто явно или неявно умышленно или чаще по недоразумению, но тем не менее является фактором, ну, скорее, эскалации ситуации, к сожалению. Хотя, на мой взгляд, это потому, что учителя много не объясняют, их там по поводу травли не учат, сейчас больше стали учить. А когда мы заканчивали вузы, этого нас не учили, ну, я вот тоже педвуз заканчивал. И поэтому администрация, когда включается, ну, не тоже вот в стороненной позиции, что мамашка неадекватная, ребенок невменяемый, а в чем они будут делать вклад в решение ситуации? Каждый понемножку вложился, то, что называется медиация или круг сообщества, каждый услышал другого, там очень важно, у вас были вопросы, а что чувствует другая сторона, а как вы видите с ее точки зрения эту ситуацию, как бы она могла быть решена, чтобы и вас устроило, и другую сторону устроило, и классного руководителя, кстати, устроило, он тоже часть класса, чтобы все себя чувствовали в комфорте, в безопасности, но вернулись в образовательный процесс. И тогда это начинает двигаться вперед. Ситуация начинает решаться, когда все включаются в ее решение. Ну, вот то, что называется медиация и примирение. Это вот если основное, готов тоже как-то откликнуться на какие-то комментарии. Спасибо большое, Антон Юрьевич. Очень созвучно то, что вы говорили, моим мыслям, моим чувствам и моим деяниям. Спасибо. Спасибо вам. Да, я благодарен вам. Кстати, по поводу скромной мести. Я там скинул ссылку на сайт на наш. Мы 10 лет назад запустили семинар, который называется «Традиционные практики примирения». Потому что, когда мы начали все это изучать, то, конечно, мы вот изучали, как это в мире происходит, вот эта медиация, восстановительный подход, начали выстраивать это в России. Но нам было интересно, а российский опыт какой-то есть? И оказалось, что очень много традиций примирения, которые есть, сохранились, в том числе, например, традиции мыслята на Кавказе. И первое. Я хотел рассказать одну историю про кровную месть, что это не просто, когда вот оголтело, несутся и там вырезают членов семьи или еще. Вот история такова мне рассказывали люди с Кавказа. И так человек совершил что-то ужасное. Как правило, кровная месть совершается по случаю, там смерть-убийство. Хотя, например, в том числе непредумышленного ДТП, смерть на охоте, например, случайный выстрел на охоте, человек погиб. И вот уже молодой парень, уже назначен в роли жертвы, загонщики бегут за ним, догоняют, дело все зимой, в горах, по снегу. И этот парень понимает, что ему деваться уже некуда, ни одно село его не примет, потому что иначе жить, это тот, кто его пустит в дом, разделит с ним его судьбу незавидную. Хотя не он это совершал, а он просто член того же рода. Останавливается и видит лисенка, который попал в капкан. И он останавливается, в общем, рискуя жизнью, и выпутывает этого лисенка из капкана. Он и бежит дальше. И вот загонщики, бегущие за ним по следу, видят по следам, что произошло. Они останавливаются, обсуждают ситуацию и принимают решение прекратить кровную месть. Потому что этим поступком благородным он искупил то деяние, которое какой-то другого родственник, их клану или роду, тейпу причинил. И поэтому, если разбираться с кровной местью, надо серьезно разбираться. Это не просто взять и сделать ответ, в ответ кого-то убить. Там были очень сложные взаимоотношения. Ну или, например, если тот, кто бежал в жертва, успевал вбежать в дом к тому, кто, вернее, обидчик успевал забежать в дом к тому, кто пострадал, к его матери, и прилипаясь к его груди, он становился молочным братом, и на него не распространялась кровная месть. И он должен был теперь участвовать в жизни этой семьи, помогая ей, ну и как бы искупляясь, заменяя того человека, которого он лишил жизни. Поэтому все было довольно сложно. Не так просто. Вот. И действительно, последнее, что скажу, но опять же буду готов ответить на вопросы, что, на мой взгляд, в том числе и по методу кейс-стадий, конечно, это очень важно, когда применяется, дается кейс, и дальше надо на его примере разбирать. Мы тоже это используем. Но, на мой взгляд, основная сложность заключается в другом. Она заключается в том, что пока мы в учебном процессе, даже кейс-стадия, то все понимают, как правильно себя вести. Но если я спрошу у педагогов, считаете ли вы, что важно быть толерантными и терпимыми, я уверен, в 99,9-х скажут, конечно, важно, и они искренне верят, это не потому, что они обманывают. Пока к ним не ворвется какая-то мама, условно говоря, понаприехавшая, не знаю, с какая-то там, с Таджикистана, с цыганкой, еще что-то, с криками, каким-то требованием, и вот здесь, вот в этой ситуации проявить толерантность, в этой ситуации не поддаться на конфликт, вот в чем сложность. Как вот этому обучить, не вне ситуации, абстрактно, и все дети тоже знают, что надо вообще-то решать ситуацию мирно путем переговоров, пока их кто-нибудь перед классом не обзовет, их ровесник не пошлет, или у них лично что-то вот не заденет, вот это самое сложное. Вот в этой ситуации самоопределиться, и сказать, стоп, давайте, и, например, запустить процесс переговоров, хотя на него идут в этот момент там агрессия, крик, мат, перемат, грубость, ну, мама же, она не педагог, не психолог, вот и проявить здесь то, что называется, с одной стороны, уверенное поведение, ассертивное, и втянуть вторую сторону в процесс переговоров. А дальше уже действительно очень важно понимать ее потребности, интересы, мотивы, переживания, вот самому переключиться, вот точка, мне кажется, переключателя вот этого, в самой ситуации, как вот ее запустить и отработать на тренинге, вот это, мне кажется, важная задача и скорее вопрос и проблемная точка. Ну, я немного прокомментирую, да, ваша, очень интересная, ваш пример. Дело в том, что есть терпимость, а есть толерантность, это вещи достаточно разные, потому что терпимость, когда я зажимаю руки и терплю, да, а толерантность, извините меня, это нечувствительность, которая основана на установках, на системе ценностей, на системе взаимоотношений, и если мы тренируем человека терпеть, это одна ситуация, и он действительно срывается рано или поздно, если у него сформирована толерантность, тогда он имеет подход, как бы, к любой ситуации, и это некая внутренняя личностная структура, которая помогает ему не впадать в эмоциональное состояние, а решать проблему рационально. Вот, и здесь, в этот момент, да, моменты, которые на тренингах мы... Да, и в этот момент оказывается, вот такая модель, когда о том, что у человека есть вот потребности, и дальше главное, чтобы вот, вот есть противоречие, столкновение противоречия, вот такая модель конфликта. Это модель 80-го года, если я не ошибаюсь, которая была впервые описана в Гарвардской школе перед договоров, вот книга Урии Фишера «Переговоры без поражения», там можно посмотреть эту Гарвардскую школу переговоров. А дальше, ну, все общество двинулось вперед, и, ну, в смысле, в том числе конфликтология двинулась вперед, и стали появляться другие модели, например, трансформативные модели. Ну, например, когда там, они говорят, что очень важно не только какие-то потребности, вот это точки преткновения, а, например, в семейной ситуации, может быть, важнее скорее сам процесс договаривания, трансформация взаимоотношений, потому что, ну, из-за каждого, извините за подробность, там, поднятые или опущенные сидения на туалет, на унитазе, мужчины там и женщины постоянно, или разбросанные носки, ну, не будешь по каждой ситуации устраивать переговоры. может быть важнее умение договариваться, вот появляется другой подход, трансформативный, или, например, есть нарративная медиация, я могу потом скинуть книжку, мы ее перевели, и нарративный подход, который говорит, вот ближе к тому, что вы сейчас начали говорить, а дело не в том, что у человека есть потребности, они вообще усомневают идею потребностей, они говорят, а вообще-то есть определенные ценности, которые, это не просто стереотипы, ну, не знаю, приведу пример, муж с женой постоянно ссорится, периодически ссорится, и последний конфликт, в следующем, муж приходит домой, говорит, дорогая, я пришел с работы, усталый, где мой борщ, почему еда на стол не накрыта, жена говорит, ну, ты знаешь, я что-то поздно сегодня с работы пришла, у меня своя фирма, бухгалтерская проверка была, было не до этого, пойдем-ка с тобой в ресторан, он говорит, какой ресторан, почему еды на столе нет, она говорит, ну, знаешь, извини, я тоже не могу, я тут тоже деньги в дом приношу, и начинается разборка, приходит к специалисту, специалист задает вопрос, вот смотрите, интересный вопрос, ближе к тому, что вы говорили, он спрашивает у мужа, а с вашей точки зрения, почему жена должна была вообще вам готовить еду? он говорит, как почему? у нас всегда так принято в моей семье, моя мать так была, моя бабушка, прабабушка, жена, муж приходит домой с работы, должна быть еда, жена говорит, извините, а в моей семье принята другая, там, либерализм, ну, я не знаю, как это там назвать, да, о том, что мужчина помогает, равноправные партнеры, и вообще, мужчина, который не водит женщину в ресторан, и так далее, и заметьте, это не просто потребности, это некоторые, то, что вы назвали там, установки, некоторые традиции, каждый из них опирается на определенную концепцию, которая за этим стоит, определенный взгляд уже традиционный, веками, ну, может быть, не веками, поколениями сложенный, точно так же, когда, например, спор юридический, в школе произошла драка, и подходят три специалиста, я пока упрощу ситуацию, три, на самом деле, гораздо больше там будет позиций, например, юрист, ну, инспектор ПДН, педагог и психолог, и каждый у вас спросит, что здесь произошло, ну, инспектор ПДН скажет, как что произошло, право нарушения, это же очевидно, нарушены правила, нарушены права, нарушен закон, и дальше будет смотреть, есть ли свидетели, есть ли показания, есть ли виновный, куда передать дело, в суд, если достиг возраста уголовной ответственности, или там, комиссия по делам совершеннолетних, или это административно, уголовно, если нет, значит все ушел, говорит все, я решил ситуацию, я передал всю ситуацию, дело, вот смотрите, видите, пачка дела, передал ее в комиссию по делам совершеннолетних, я конфликт решил, в смысле, не конфликт, у него нет конфликта, у него есть право нарушения, педагог говорит, а у меня тоже никакого конфликта нет, он сорвал урок, мы теперь два часа сидим, педсовет, совет профилактики проводим, какой у меня здесь конфликт с учениками, никакого ученика, он не должен был драться, он не должен был курить, не должен был материться, никакого конфликта с ним нет, мне что с ним обсуждать, можно ли материться или нельзя, можно ли драться или нельзя, я вам точно скажу, в школе нельзя драться, никакого конфликта, это дисциплинарное право нарушения, давайте отстранять его от занятий, или еще что-то переводить в другой класс, И педагог прав. Психолог скажет тоже, ну какая здесь ситуация, я вижу, что дефициты у него, эмоциональные дефициты, мотивационные потребности нарушены, еще что-то. И психолог тоже будет прав. И смотрите, за каждым из них стоит своя концепция того, что произошло и вообще ситуации. Сюда можно еще полноучно по правам участников процесса образовательного скажет, давайте посмотрим, чьи права нарушены, и тоже будет прав. Сюда можно администрацию, которая что-то свое скажет, социальную педагога. И смотрите, ни у кого конфликта нет. Каждый диагностирует эту ситуацию со своей точки зрения. И у каждого за этим стоит научное обоснование, культурное обоснование, его сообщество психологическое, педагогическое, административное, которое его поддерживает, юридическое, которое поддерживает его в этой модели. И поэтому, когда мы приходим в школу по этой ситуации, нам бы еще докопаться бы до этого, что ребята между собой, там что-то произошло. На это же накрутилось административное, юридическое, родители по-своему видят, уже в чате обсудили, заклинили, там уже шурум-бурум в чате родительском идет оскорблениями, с изгнанием, с травлей или еще с чем-то, против кого сегодня дружим. И поэтому ситуация становится ценностно нагруженной, а не просто это столкновение двух человек и у них какие-то потребности. Ну вот, маловато, мне кажется. Совершенно верно. Я тоже говорил, что каждый конфликт имеет такие разные структуры, уровни, да, и один и тот же конфликт может иметь, похожий конфликт, может иметь совершенно разные причины, разные основания и, естественно, что разные способы разрешения. И, ну, вы знаете, как бы очень часто на конфликт осматривают, решают конфликт через не то, нет, по-другому скажу. Дело в том, что каждый конфликт, он оправдан той ситуацией взаимоотношений, которая существует в данный момент. То есть это не, ну, как бы немножко фатальность возникновения этого конфликта. И для того, чтобы этого конфликта не произошло, должны были быть изменены какие-то условия предваряющие, да, тогда бы он не произошел. То есть в любом конфликте есть некая логика, ну, психологическая логика, да, юридическая там и так далее. Поэтому вот видеть всю эту структуру, то есть, ну, я могу сказать, что человек решающий должен хорошо моделировать те ситуации, которые предшествовали возникновению этой ситуации. Еще раз говорю, что каждая ситуация, она имеет свою логическую, как бы, завершенность. И поэтому дело не в том, что они не переговариваются, а то, что люди на данный момент возникновения это все таковые, которые не могли не попасть в эту ситуацию. Поэтому здесь умение рефлексировать ситуацию, развить ее, то, что я называю траекторию развития ситуации, наверное, является очень важным для творческого решения конфликта. Но вместе с тем, да, я считаю, что есть некие достаточно конечные принципы, используя которых можно предотвращать конфликты или разрешать их. Ну, в частности, вот переговорный процесс, да, вот эта теория принципиальных переговоров, да, которая дает там 10-12 пунктов, которые, используя которых, можно, ну, 80% конфликтов решать. Совершенно верно. Ну, только 80%. Да, и здесь проходят линии важного водораздела. Ну, как вы из географии, помните, гора, хребет, я вот как бывший походник, да, там, все реки, вот водораздел, да, все реки вот сюда стоят, а с этого все сюда, как бы там ни велись они, да. А водораздел заключается в следующем. Кто должен решать этот конфликт? Кто его должен решать? Ну, идеально его должен решать, главное действующее лицо в школе, это педагог. Вот, и дальше мы можем, да, перечислять, педагог или другой скажет психолог, кто-то скажет администрация, кто-то скажет родители, вот дальше идет. Это как бы одна линия, и дальше тогда получается все то, что вы говорили, действительно, я сейчас не смысл, лучше, хуже, потому что линия водораздела, она действительно, она же не хуже, лучше. Тогда важно этому решающему лицу владеть определенной методикой, там, 12 шагов, 5 шагов, 50 шагов, там, определенные понимания, определенные рефлексии, моделями работы, в рамках которой он будет решать этот конфликт. Это один ответ. Есть второй ответ, он как бы перпендикулярен предыдущему, который говорит, а никто, кроме самих участников конфликта, его не решит, всех участников. И поэтому никому-то одному нужна правильная модель. Потому что если вторая сторона не согласится, например, родители не согласятся с этой моделью, 12 факторов, честно говоря, я не люблю гарвардскую школу, ну, в смысле не люблю, но мне она кажется недостаточной. Ну, здесь мы как-то, а кто-то больше любит, там, да, я привел там 4 модели. Вот, это чисто вкусовое, это не обязательно, что это, не то, что правильно, неправильно. Вопрос же не в том, что у учителя должна быть правильная модель, вопрос в том, какая модель у остальных участников. А если они не сойдутся, и мама не согласится с моделью учителя, то мама будет, возможно, учитель прав, все правильно сделал. А мама будет писать не потому, что она не права, а потому что она так видит, с ее точки зрения справедливость это чего-то еще. И поэтому, вот здесь линия водораздела, экспертная позиция, что должен прийти какой-то эксперт, и он должен помочь участникам найти решение, для этого тоже могут быть переговоры, ну, не палкой же он их загоняет, конечно, переговоры. Ну, например, судья же там тоже переговоры, переговорщики, фасилитации и прочее, там переговоры, но он решает, судья выносит арбитраж, судья выносит решение, третейский суд, переговоры, конечно, он же не просто сказал, я повелеваю так, это не царю, но он судья. И вторая позиция, давайте соберемся вместе, и понимающая неэкспертная позиция, никто не является носителем правды, вот моя правда, правды, истины, да, потому что мама говорит свою правду, как она ее видит, и это важно не обесценивать. Учитель видит свою правду, и это важно не обесценивать, ребенок свою правду, администрация свою правду, там, у меня инспекторы ПДН или комиссия поведения совершеннолетних, бывали, у них своя правда, и дальше тогда вопрос, как запустить такое обсуждение, и вот смотрите, не просто свою правду они высказали, а дальше, как из безответственной позиции, то про что вы сказали, про перекидывание этого мячика от учителя к родителям, кто его не воспитал, от родителей к учителю не воспитали, от них к администрации, кто будет крайний, кто несет ответственность, каким образом им передать ответственность, каждый должен войти в этот круг со словами, я тоже часть ситуации, я готов вложиться в ее решение, вот как их из безответственной позиции, сделайте мне, вот я подал бумагу директору на учителю жалобу, или на класс жалобу, или в чате написал что-то, сделайте, чтобы моему ребенку все было хорошо, его принимали, и травли не было, а меня не трогайте, у меня тут, бизнес идет, ну, современная часто школа, да, вот, написал бумагу в прокуратуру, или в какой-нибудь там, пусть говорят, лучше помолчали, и все, и вот, а меня не трогайте, перевести их в начале всех участников, и родителей, и детей, и педагога, который тоже самое говорит, как мне один учитель говорит, я идиота воспитывать не бралась, тоже же позиция, и в ее классе это не какие-то абстрактные, это в ее классе, начальная школа, между прочим, это не 17-летние криминальные авторитеты подростки, это начальная школа была, я идиотов воспитывать не бралась, ну, а что ты бралась, а кого ты бралась учить, но смысл теперь не в том, чтобы назначить ее крайне, теперь ты не справилась, или там, ребенок виноват, нет, не ребенок, значит, его родители, нет, не его родители, значит, учитель, нет, не учитель, значит, директор, в такие игры мы тоже не играем, давайте все вместе соберемся значит ними нужно сначала поговорить чтобы они в ответственной позиции вошли в это в этот круг в это обсуждение за кругом столом что они тоже будут вкладывать в решение ситуации вот в чем сложность и поделиться своими представлениями никакой это правильно у учителя правильно а у мамы неправильно 12 факторная модель или 5 нет а у мамы свое и конечно на это не на педагогическом языке она на своем родительском и важно теперь чтобы они друг друга услышали это непростая задача потому что каждый про свое и каждый понял друг друга и дальше вместе искали решение тогда получается не экспертная позиция но экспертная тоже возможно но просто для медиации на медиаторе и восстановительной службы примирения конечно в не экспертной позиции работы хотя и та и другая модель возможно конечно у нас смотрите все равно есть так называемое понятие лидер ситуации и безусловно того чтобы свести людей к переговорному процессу это должно быть какой-то организационный это организационная деятельность для того чтобы они захотели для того чтобы у них появился мотив решения проблемы потому что смотрите конфликт это всего-навсего способ разрешения противоречий если деструктивный способ разрешения деструктивный способ потому что стрелка подростковый тоже способ разрешения противоречий только мы принять такой не можем они уходят под ножовщины нет извините я говорил о том что конструкт может быть конструктивный когда через я такими вещами в консультационной деятельности очень часто пользовался. Его можно превратить в конструктивный. Я немножко делал, который при определенных условиях, он превращается в рефлексию, в понимание ситуации, интересов другой стороны и тогда диалог становится действительно очень важным моментом понимания друг друга. Я с вами согласен. Решение проблем. Я с вами согласен. Но на мой взгляд, он сам не превращается. Его кто-то, ну, может быть, вот этот лидер или еще кто-то, или этот медиатор, или какой-то человек, может быть, один из участников, начинает превращать. Вот люди пришли в конфликте, вот там в чате они друг друга грязью поливают, оскорбляют, ребенка уберите, и появляется кто-то, в этом смысле, его добрая воля, которая говорит, коллеги или уважаемые товарищи, давайте остановимся, например, давайте сначала друг друга выслушаем, может, без всяких медиаторов, педагогов или еще кого-то, ну, миллионы людей, без всяких психологов, юристов, медиаторов решают свои конфликты, слава богу. Но это некоторое действие, это не он сам, конфликт вдруг раз и превращается. Ну, как цветок там, яблони вдруг раз и выросло, нет, ее надо поливать, надо как-то почву удобрять, надо как-то от холода закрывать, как маленький принц розу свою, от ветров, и чтобы никто не съел, не вытоптал эту розочку-то. Так и здесь, его кто-то начинает превращать, говорит, давайте услышим другую сторону, давайте, особенно в ситуации эскалации конфликта, про которую вы говорили, когда уже накрутилось, а в простые ситуации нас и не приглашают, с простыми ситуациями школа и так справляется. А в момент эскалации, когда там уже 15, 20, 30 человек уже друг друга включились, например, родители, классы, администрации, специалисты и друг против друга, как по-моему, крайнего назначим, вот в этой ситуации кто-то появляется, ну, либо, например, организационная структура, конечно, очень важна, и лучше, если это человек, не вовлеченный в конфликт, и тогда он из нейтральной позиции, потому что если он начнет их сразу учить, перевоспитывать, морализировать, они с ним начнут конфликтовать. А вот если он является медиатором, фасилитатором, помогаем друг другу услышать, ну, конечно, они должны его как-то принять в этом качестве, с уважением относиться, потому мы говорим, это не просто человек мимо пробегал, это должен быть, например, служба примирения, если мы говорим в школе, но не только, например, это может быть, ну, я не знаю, в каких-то группах, священник, например, имам, если на Кавказе, уважаемый человек, старейшина в деревне, но которого примут в этом качестве, конечно, оргструктура должна быть, я с вами согласен. Поэтому сам конфликт, он может, конечно, затухнуть постепенно, но, как правило, это все-таки добрая воля кого-то, кто начинает его превращать в переговоры, и переводить это в конструктив. Да, конфликт может перейти в конструктив, если кто-то это начнет делать. Да, совершенно верно, я бы говорю. Вот, возвращаясь к кровной мести, да, вот в наших республиках, да, это же было, по-моему, перед войной было, перед Отечественной, когда это было доведено до такого уровня, что, ну, десятки, сотни людей гибли в этой междоусобице. И вот было осознание того, что конфликт дошел до такого уровня, что его надо принципиально решать. И тогда смогли старшин, старцев собрать со всего Кавказа, и они смогли съесть и действительно договориться о том, чтобы подвести черту под этой междоусобицей. Ну, вот должно быть осознание тупиковости вот этой ситуации. Вот примерно такую же функцию выполняет третейский судья, как психологический феномен, да. Ведь, смотрите, особенность третейского судья заключается в том, что он принимает собственные решения, которые обязательно для исполнения. Откуда он обладает такой властью? Эта власть дается как раз оппонентами, которые доведены до крайности, и они не могут решить эту проблему сами, даже в межличностном переговоре. Поэтому им нужна третейская вот эта вот власть. И они делегируют всю ответственность за решение, каким бы оно ни было, вот этому третейскому судью. Знаете, какой самый лучший третейский судья? Это монета. И просто люди доходят до такого уровня, что они подбрасывают монету. Решка твоя правда. Другая сторона, значит, это другая правда. Вот часто, часто, да, решение конфликта или стремление возникает уже на какой-то стадии развития этого конфликта, да. Когда другая правда, это нет. Ну, значит, я думаю, что... Там очень интересные вопросы вы затрагиваете. Но, во-первых, традиция кровной мести... Мы только кого-нибудь попросим тоже присоединиться, а то у вас очень интересный диалог, а все остальные в нем не участвуют. Может быть, кто-нибудь... Ну, вот здесь, да, вот Ольга Борисовна Крушельницкая, да. Я могу сказать просто про монету, потому что, да, и про традиции кровной мести, традиции мыслята могу рассказывать долго, да. И монета, это тоже... И регламент, и все. Ну, то есть, как бы у нас есть определенные рамки, в которых мы работаем. Субъекты школьного образования не могут каждый раз обращаться к медиатору. Им необходимо самим овладеть необходимыми способностями и навыками. И учитель, наконец, обретет настоящий авторитет, который он должен быть, если будет замечательным, компетентным в профилактике и решении конфликтов. Нужно в первую очередь помочь учителю. Я с вами согласен. В идеале действительно так. И дальше встает вопрос, как у него сформировать эти навыки. Есть, ну, из того, что сегодня обсуждалось, есть три возможных варианта. Хотя, конечно, их больше, наверное, до бесконечности. Вариант первый. Провести на него лекцию или тренинг и объяснить ему, как правильно. Он послушает, согласится, скажет, да, я понял, как правильно, но в реальной ситуации это очень сложно будет применить. Второй вариант, это тот, что обсуждалось, метод case study. Это брать ситуации, разбирать какие-то типичные. И тогда учителя сформируются ну, некоторые представления, и чтобы в котором он вот как-то мог уже к нему, к своему опыту обращаться. Вариант третий, про который говорят службы примирения. А учитель должен вместе с медиатором побывать и пройти этот путь на нескольких сложных ситуациях этого разрешения конфликта. И тогда он проживет это. Не учебная ситуация, а вот когда он попал у его дети или там где-то вот, ну, ученики или что-то, пройти вместе и попробовать, как это. Ну, точно так же, как для того, чтобы освоить автомобиль вождения, нет другого способа, кроме как сесть за руль и вместе с тренером не на типичной ситуации, тоже важно, когда мы сдаем теоретическую часть вождения автомобиля, нам даются, ну, те, кто сдавал, знает там эти картинки, на которых повернуть направо, налево, значок светофора. Все это мы смотрим, и, конечно, мы это изучаем. Но практическая часть, то есть то, что называется, площадка. Садись за автомобиль и давай. Параллельная парковка, змейка, а если что, тебя подстрахуют. И вот тогда приобретается некоторое умение, навык и даже компетенция для того, чтобы это получалось. И поэтому, конечно, не надо каждый раз общаться к медиатору. Важно, чтобы в школе была эта позиция, и чтобы учителя за год хотя бы, например, два-три раза к ней обратились по сложным ситуациям, побывали или восстановили эти навыки, если вдруг позабылись. Точно так же, как с вождением. Три месяца не садился за руль, уже надо как-то навыки восстанавливать. По себе знаю. И поэтому... Или навыки английского разговорного тоже люди знают. Если постоянно не тренироваться, то они теряются. И поэтому восстанавливать это, проживая это через круги, медиацию, другие восстановительные программы, вот тогда у школьных специалистов это будет, ну, как бы, в ощущениях, в теле, оно само будет проявляться, когда возникает ситуация. А в это время кто будет учить детей? Значит, речь идет не про каких-то других детей, потому что если у учителя в школе возник конфликт, то его педагогический процесс все равно разрушен. У меня есть ПФПК-программа. Да. Алло. Да. Вот в моей программе, ПФПК-программе, там как раз занятия раз в неделю, и вот на неделе они в практической деятельности реализуют, ну, те принципы, те, как бы, навыки, психологические навыки, которые он будет устраивать во время занятий. Ну, в смысле, вы в школу с ним выезжаете по своим ситуациям? Это неусмысленная вещь. По своим ситуациям? Вы в школу приезжаете на конфликт? Ну, это другой формат. Другой формат. Это занятия, ну, типа курса, который 72 часовой, который педагог проходит в рамках нашего... Да. И это очень важно. Это тоже есть такая программа. Там есть теоретические представления. У него есть, да, у него есть тренинговая, где мы через кейс задания проигрываем это на таком полуискусственном уровне. И потом третий уровень совершенно согласен, должен это проиграть в реальных ситуациях. И он приходит через неделю рассказывать, что у него было на неделе, и как он справлялся, с чем он не справлялся. И идет групповое обсуждение этих вещей, да, и выработка каких-то новых, не просто приемов технологии, а новое мышление, новое понимание этих ситуаций. Вот что волнует. Да. Согласен. У меня тоже программа в ГППЦ, в городском психологическом центре, тоже 72 часа, примерно так же устроена. Тут просто спросили про службу примирения и про медиатора. Медиатор-то в школе находится, а не здесь. Поэтому вот эта помощь на месте. Вот. Ольга Борисовна спрашивает также о том, что кто будет учить детей. Значит, на мой взгляд, основным, вот сколько бы меня не утверждали, что дистанционные технологии это хорошо, ну, то есть это прекрасно, конечно, кто бы спорить, тем более, если начальник сказал, то все. Вот. Но есть важная вещь, потому что без учителя, как катализатора этого процесса, практически ничего на среднестатических детей. Мы все работаем в массовой школе. Я не говорю про детей, которые самоорганизуются, там, экстерном все сдают, тем, конечно, да. Но мы говорим сейчас, я говорю про массовую, среднюю, общеобразовательную школу, где дети разные. И это хорошо. Дети нашего района, нашего двора, нашего города, Москвы в данном случае, да, никакие-то особенные, ни лучше, ни худше. И учитель является катализатором этого процесса. Убираем оттуда учителя, и процесс стопорится. Точно так же, как, не знаю, есть ли самоучители по-английскому. Конечно, есть. А почему нужен курс, где будет учитель? Потому что без человека, без личности изучение стопорится. А так, возьми самоучитель, в интернете все давно выложено по физике, по кимии и так далее. Теперь, а что значит есть учитель? Это значит, что есть определенные взаимоотношения между учителем и учеником. Я здесь не скажу ничего нового. Это база любого педпроцесса. Взаимоотношения доверительные, профессиональные и так далее. И если эти отношения разрушены конфликтом, например, в классе конфликт ученик не считает учителя справедливым, а в исследованиях это было показано, значит, педагогический процесс для ученика разрушен. Мы можем удавать геометрию, математику, направлять его в кружки. И если учитель не пользуется авторитетом, если дети ему не доверяют, не читают, что он справедливый, это все пройдет, извините за жаргон, как фанера над Парижем пролетит. Все это мимо них. И наоборот, может быть, он не оснащен какими-то сложными электронными досками, зумом, тимсом и прочее, но если он говорит проникновенно и ученики ему доверяют, то, конечно же, педпроцесс начнется, потому что десятки, сотни лет, начиная с Каменского и с других, с Пистолодца, Сушинского, никаких не было электронных досок, а педпроцесс шел именно за счет взаимоотношений, доверительных взаимоотношений учителя с учеником. И поэтому, когда мне говорится, а кто в это время будет учить детей? А в это время, я говорю, надо сначала восстановить педпроцесс в педагогическом смысле, не только учебный, воспитательный, весь процесс, восстановить его и только после этого возможно учить детей. А без этого, без доверительных взаимоотношений, без уважительных отношений, учеба не будет идти, будет идти пересказ учебника. И поэтому сначала восстановить, либо учитель сам с этим справляется, отлично, всегда бывают какие-то кризисы, любой класс, учитель проходит, ничего страшного, так же, как и семья, без всяких специалистов справляется. Но если это не происходит, значит, надо остальные дела отложить, восстановить взаимоотношения, неуважительные в классе, доверительные, безопасные, и после этого двигаться дальше. Можно еще раз разместить ссылки, где можно подробнее про службу примирения, я про службу примирения, по конфликтным ситуациям. Сайт 3W, дальше точка, школьные, дефис службы, дефис примирения, точка РФ. Либо вы в Яндексе введите сайт по службам примирения Антона Коновалова, оранжевый сайт, найдете. Коллеги, я хочу вам сказать, что у нас участников осталось меньше половины, и власть туда. Замечательно. Я, наверное, буду все-таки заканчивать наше мероприятие, потому что, я так понимаю, что можно говорить очень долго, но, тем не менее, у нас есть регламент, мы потом запись выкладываем на сайте, и если она будет тогда настолько длинной, ее просто никто не досмотрит до конца. Вообще хотелось бы, чтобы люди и их смотрели. Поэтому давайте мы все-таки будем закругляться. Владимир Алексеевич, давайте мы вам дадим слово. вот такое прощальное, скажем так, всех поблагодарим и будем, наверное, завершать. Да, да, пора, и у меня сейчас в 7 часов экзамен начинается. Давайте мы скажем, что я думаю... Алло, Алло, да. Да, да. Меня слышно? Да, слышно. Алло, слышно? Да, слышно. Ну, я как основной докладчик хочу поблагодарить всех участников за очень интересные мысли, и я думаю, что тот анализ этой проблемы дает новую пищу для новых анализов и выводов по этой теме. Мне кажется, что мы очень интересно сегодня поговорили, затронули существенные вопросы. Будем развиваться дальше, будем развивать нашу науку. Спасибо всем. Спасибо большое, коллеги, всех очень... А мне последнее слово возможно? А вам, конечно, вам, да. Да. Последнее слово, да, как это перед казнью, там тоже последнее слово давали. Значит, про монетку я просто договорить, да, про бросание монетки. Действительно, такой способ был, бросали жеребий, но у вас здесь важно понимать, что в этот момент они отдавали решение судьбы, ну, решение конфликта, как бы Богу, высшим силам, как Бог распорядиться. Это что означает? Что дальше нарушить это жеребие было нереально, это все равно, что пойти против мнения Бога. А вот теперь интересный вопрос в другом. Когда мы организуем такую встречу? В школе нет проблем собрать вместе, чтобы они поговорили. И даже нет проблем вести протокол, чтобы поговорили. Вопрос в другом. Что нужно сделать, чтобы эта договоренность потом была выполнена? Если нет божественного начала, если нет старейшины в селе, а вот есть просто служеб примирения, медиатор, педагог, психолог, вот в чем вопрос. Как сделать, чтобы все договорились, разошлись и решение выполняют? Договорились не материться? Не матеряют. Договорились отдать деньги? Отдали. Договорились не драться? Не дерутся. Вот это то, что мы разбираем в службах примирения. Поэтому буду рад всех видеть тоже на какой-то либо еще дискуссии более подробно. Извините, что сегодня как-то с техникой, что-то сегодня целый день. Вот. Большое спасибо всем, кто дослушал. Да, спасибо всем. До встречи. Друзья, мы вас ждем на наших семинарах. Всем большое спасибо, очень было интересно. Да, мне тоже. Спасибо.